Бигфест. Выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно, альфа выгодно. И, как говорится, всем снова здравствуйте. Добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня прям лето. 20 апреля, у нас сегодня плюс 24, но, по-моему, все плюс 29. Я сейчас была на массаже, против целлюлита, вот этого вот всего. Меня так намяли. Это было больно, но я думаю, оно того стоит. Сейчас мы идем завтракать. Ну, а завтракать мы с вами пойдем вот сюда. Вот в это кафе, называется Культ. Здесь очень вкусные салаты. Мы здесь были один раз. В прошлом влоге также вместе с вами, по-моему, тоже после массажа сюда приходили. И тут очень вкусно. И красиво, но тесно. Так, я вам сейчас быстренько все расскажу. Надеюсь, вам меня хорошо слышно. Что у нас здесь? У меня бриошь с салатом и с авокадо, плюс яйцо пашот. Выглядит нереально инстаграмно, очень красиво. У Дениса большой завтрак со скрамбл. Рыбка красная, салатик, помидорки черри, хлебушек жареный, плюс еще какие-то соусы ему дали. Я так понимаю, это авокадо. И, наверное, сметана. Также мы взяли чай, очень вкусный, с облепихой. И, внимание, это, чтобы вы понимали, детокс со спирулиной. Очень вкусные, кисленькие. Там яблоко и еще какие-то фрукты. Киви, скорее всего. В общем, всем приятного аппетита. Нам особенно. Мы вкусно позавтракали. В общем, я вам показала место, как оно называется. Сказала, кто в Екатеринбурге живет, кто сюда приезжает, обязательно туда сходите. Именно на завтрак. Я с собой еще взяла матч. Историю хотите на миллион? У меня вчера сломалась новая пафимашина. Я уже говорю это, я даже сама своим словам не верю. Я не понимаю, как это происходит, поэтому я сегодня утром не пила ни кофе, ни мачу. Смотрите, какая-то чуля зеленая. А ее тут, может, впрочем, снимают. Я вас тоже снимаю. Надо материалы? У меня та камера тоже хорошая. А еще желтая Феррари. А что это? Порш. Это Порш. Я всегда потаю Порш, Ламборгини и Феррари. Кто тоже? Это зеленая маска. А это просто цыпленок. А сейчас мы с вами держим путь в технопарк. Мы не знали, но оказывается, он у нас есть в городе. Ну, вернее как, мы видели, что он открылся, может, даже где-то с год назад, но мы ни разу в нем не были. Так что посмотрим, что там представлено. Что ты будешь там смотреть? Сим-карта? Да, нам вообще сим-карта нужна. Я думаю, там их нету. Это нам надо. Это мы забираем, ребят. Это сушилка для животных. Как это работает? Бербрики. Это все, конечно, круто, но вот это намного круче. Как вам такое? Мне кажется, Баксик с Фунтиком бы точно обрадовались такому девайсу дома. Девочки, шок. Тут есть Apple Vision. Просто весь хайп на него уже прошел. Маша увидела. Честно, я думала, они в жизни намного больше. Они достаточно миниатюрные. Зацените, что еще нашла. Прозрачные наушники. Блин, все освечивает, не видно, но так видно, что они прозрачные. Это битсы. Тут такой ассортимент, мы в восторге. И еще какие-то полупрозрачные наушники. Илька с экрана. А зачем экран наушникам? Переключайте по треке. Ой, я, кстати, хотела построить в жизни розовые AirPods. Потому что я когда выбирала AirPods, я выбирала между белыми и розовыми. Знаете, ну не жалею, что выбрала белые, потому что эти как игрушечные смотрятся. Прикиньте, тут даже в наличии есть GoPro. Просто их больше ни в каких магазинах прям в наличии нет. Их нужно ждать. А еще я вижу Pocketbook Era. Я уже, наверное, третий или какой год хочу себе электронную книгу, но понимаю, что она будет лежать. Денис увидел самое главное. Пауэрбанки, которые просто... Это не надо? Да. Денис говорит, что через пару лет все будет вот такое прозрачное. Сейчас, а дай им пару лет. Это, допустим, Усамс. Вот вы знаете, что такое Усамс? Я не знаю. Но они уже на шаг впереди. Да, тут такой огромный магазин. Ну, я думала, тут зеркало, честно говоря, стоит. А там просто не видать конца, да. Слушай, такой Xiaomi. У нас такого нет, новый какой-то. 210 вольт, 25 мАч. Ну, неплохо. Еще и по скидке можно взять. О, анкер. Ты его потрогай, какой тяжелый. Он на 23 тысячи миллиампер. Здесь больше. Здесь 25 мАч стоит дешевле. Здесь 10 мАч. Слушай, ну симпатичные. Да. Лучше даже, чем у Apple. Ну, это же такой, типа, максайф. Он такой легкий. 10 мАч. 5000 мАч стоит нормально. У Apple меньше. Еще больше шок. Здесь держатели автомобильные. Прям на выбор. Вот еще и зарядка есть. Просто вот с ними тоже проблема. Мы заказывали несколько, чтобы потом выбрать тот, который нам понравится. Вау. Ё-моё. У Борг, оказывается, есть перкурсионные массажеры. То есть это прямой конкурент Ямабучи. Стоит такое 30 тысяч рублей. Слушайте, ну хорошо идет. И этой же кнопкой можно выбирать режимом. Жалко, что не показали, какие насадки идут в комплекте. Девочки, это целая группа барбриков. Ну, по одному, я так понимаю, тоже можно купить. Но они клевые. Надеюсь, у нас когда-нибудь будет барбрик. Вот есть большой. Вау. Первый раз вижу оригинальный барбрик. Это увидела только свой лприс. Как вам пишите? Нравится? Нет? Хотели бы такого? Я бы даже такого, честно, хотела. Ну, налево. А я думала, это мультимедиа. Нет, это просто сейф, типа. Система хранения от Борг. Чтобы хранить документы. Ну, грубо говоря, такой маленький сейф. Магнитный конструктор. Здравствуйте. О, смотри, я такой хочу. Это что за мега огромная консоль? Valve Steam Deck. Слушай, мы как будто на какой-то выставке девайсов. А вы видели когда-нибудь такой дорогой телефон от Xiaomi за 130 тысяч? Xiaomi 13 Ultra. Просто как будто Xiaomi стоит максимум 1060. Видела? Да. Ну, я не слежу, поэтому не знаю. Но он, конечно, видно, что мощный. В плане корпус как будто какой-то титановый. Я нашла часы, которые мне надо Денису подарить. Какие там Rolex? Вот. Huawei Watch Ultimate Design золотой за 270 кем. Знаете, что больше всего меня удивляет? Это сумка. Дивум. У Дениса такая есть. Я ему такую дарила. Знаешь, интересно, там часы за 260, а тут сумка за 6. Шлем. А что за шлем? Просто велосипедный шлем с системой освещения и автоматическими стоп-сигналами. Все эти вещи очень полезные. Подводный дрон, чтобы бассейн очистить. Я, кстати, тут первый раз увидела такую колонку в черном цвете. Просто это любовь. Ну, это бежевая, понятно, на входе была черная. Денис пришел мне выбирать стайлер-бор. Я его сейчас первый раз в жизни увижу. Такой цвет необычный. Я видела только серый. Этот такой рыженький. Видели такой вообще когда-нибудь? Я имею в виду про цвет. Он такой легкий. Вот это сейчас очень популярная тема. Многие покупают его вместо Дайсона. Но я не сказала бы, что он легкий, как обычно, совершенно фен. Он как-то ощущается. Но он приятен в руке. Можно, интересно, включить? Он такой дикий. Это Дайсона. Нет, он тише Дайсона. Подожди, сейчас смотри. А, это была первая мощность. Третья. Ну, на третьей, да, он такой же. Просто сюда на третьей сушу. Слушайте, ну мне нравится. Теперь я поняла, почему так многие им восторгаются. В плане того, что корпус у него такой монолитный, очень приятный. И насадки, чтобы делать укладку. Я только научилась на Дайсон укладываться. Слушайте, ну цена приятная. 42 тысячи. Дешевле, чем Дайсон. Если самый обычный Дайсон стоит 70, мой-то вообще можно два фена взять. Но это мы не берем в расчет. Получается выгоднее намного. Также есть фены обычные. Честно, я думала, это пылесос. Кажется, вот это мне надо. Я уже третий месяц выбираю себе что-то для глажки одежды. Написано, что это целая гладильная система. Для меня гладильная система, только-то прям доска есть. Ну, в общем, это отпариватель, грубо говоря. Ну, тяжеленький. Но в руке приятно сидеть за счет того, что здесь такая вот мягкая ручка. Ты нашел мне кофемашину? Смотри, слушай. Смарт-шеф. Это миксер, овощерезка, пароварка, сувид. Медноварка, электрская воротка и лисы. Слушай, это для тебя реально идеальный вариант. Блин, крутяк. Надеюсь, у нас когда-нибудь такой будет. Вообще, пылесоса Дримми. Пушка, у нас сейчас Дримми стоит белый, но он чуть поменьше. У него не такой большой бак. Давай внутри посмотрим, что. Ну, тут, наверное, больше воды наливается, больше воды сливается. Внимание, электроскейт. Я просто думала, что кто-то из посетителей оставил. Нет, это продается. Сумка Бор. Она просто из тщательно отобранной мягкой натуральной кожи. Ну, она даже напоминает мне какой-то Майкл Джексон. Майкл Джексон. Марк Джейкобс. Мне, кстати, кожа приятная. Внимание, Денис смотрит на Дримми, а я смотрю на пылесос Хонор. Ты знал, что у Хонор бывают пылесосы? Ну, а что? Они все делают. Они машину уже делают. Ну, машина это нормально. Вот пылесосы. А, на него еще и скидка такая. Робот-мойщики квадратные. Я вот все хочу. Ребята, прикиньте, тут есть розовый Дайсон. И причем дешевле, чем мне Денис покупал. Тут он стоит 26. Ну, да. Ну, ничего. У меня зато он раньше появился. Кстати, новый у Чужок, чтобы вы понимали. Вернее, новый цвет. Но он медный, очень красивый. Чтобы вы понимали, за цвет надо переплатить почти 15 тысяч. Потому что самый обычный у Чужок стоит 34. Лучшее изобретение от Дайсон до сих пор, так считаю. Никакие стайлеры, фены не сравнятся с Чужком. Это лучшее, что может быть. Тут такой выбор пылесосов, чтобы вы понимали. Пылесосы здесь. Пылесосы здесь. Здесь даже есть огромный выбор разных Дайсонов. Можно немножко походить на дорожки, посмотреть видосики. Кстати, я не знаю, что это за дорожка. Таковая дорожка Кайрон стоит 70 тысяч. И интересно, она идет... Нет, это понятно. Она идет не с планшетом. Зато тут есть место под планшет. И она действительно компактная. Она меньше, чем дорожки от Ямагучи. Здравствуйте, кофемашины. О, Смэк. Я, кстати, уже долго думала о том, что может быть взять нормальную такую рожковую кофеварку от Смэк, но только розовую или белую. Но я не понимала ее масштабы, ее габариты, но теперь могу посмотреть. Смотри, еще можно посмотреть автоматическую кофемашину. Не знаю, как она правильно называется, но просто кофемашина не сильно большая. Там губы вообще не будут смотреть. Ну, да. Она даже с капучинатором. Знаете, что печально, что у Смэк нету капсульных кофемашин? Вот мой вариант. Смотри, она там встроена. А, нифига, с набором. Слушай, ну за набор 9,5 сейчас прям бесплатно надо брать. Вот она стоит. А, ну поняла. Ну, в любом случае, вот эта кофемашина, она хотя бы от Делонги, потому что ну все уже ломается. Ммм, обалдеть. Смотрите, какой красивый цвет тут острый. Я вообще думала, он матовый. Белый-то какой шикарный. Почему я выбрала сначала всю розу? Надо было белое брать. Да, миксер. Моя мечта. Я готовлю раз в полгода. Это мне надо. Ой, такой красивый. Мне нравятся увлажнители, у которых видно, как идет пар, дымок. Денис говорит, что это все неправильное увлажнение. Хотя, мне кажется, когда идет дымок, это прикольно. Вау, тут можно почти все цвета посмотреть. Голубой. Розовый? Розовый нет, розовый дома стоит. Бежевый, черный, мятный, белый, матовый и красный. Красный, кстати говоря, какая-то Ultra X-версия. На ней можно выставлять температуру, которую ты хочешь. Мне вот очень нравится молочный. Я уже подумала, может быть, все розовое сменить на что-то такое нейтральное. Слушай, у меня к тебе вопрос. Почему ты был против увлажнителей, у которых есть дымок? Потому что они текут же. Если вы на полную включаете, то вокруг будет влажно и сыро. Все понятно. А теперь пошли смотреть розовый фен. Но это не Dyson, просто розовый. Я думала, это Dyson. Оказывается, тут очень много перкурсионных массажеров. Разный фирм. Даже Bradx. Есть Bradx. Это то, что по телефону постоянно крутят. Всякие массажеры для лица, микротоковые и не только. Массажеры для головы от Borg. Я так понимаю, что Borg прям нормальный. Им тут заносит свои техники, потому что все стоит Borg, Borg, Borg. Набор ракеток для фреско-бола. Это самое, наверное, нужное, что здесь я видела. Массажер для рук. Он компактный. Массажер для рук от Емогучи огромный. Мы его купили и практически им не пользуемся. Ой, какие малышки. Ты посмотри, это же можно с собой брать. Вот, Денис, я такое хочу. Это прям мечта. У них еще такие прикольные насадки. Посмотрите, тут какая насадка. Я вам рассказывала, у меня часто бывают даже руки болят. Просто у меня ладошки болят от того, что я ими что-то делала. Там уборку или еще что-то. И вот эти массажеры, они прям помогают размять. Ты посмотри, сколько тут ирригаторов. Даже есть ирригатор Borg. Девочки, у Borg есть кондиционеры для белья, освежители для воздуха и порошок стиральный. Цена. Вот. Вот это мне интересно. Вот. Вот такая гладильная система мне и нужна. Да, точно. Человек, это не бабахнет тебе? Интересно, конечно. Ты всегда такая здоровая. Ну, вот мне и надо. Я хочу сразу, чтобы все готовое было. Смотрите, снизу есть, я так понимаю, машина для того, чтобы подавать пар. Нет, я правда очень хочу гладильную систему с доской. И чтобы это было вот все такое единое. Поэтому я не могу выбрать. Они либо стоят слишком дешево, подозрительно. Типа, там, знаете, 20 тысяч за вот примерно такие масштабы. Либо они стоят уже вот столько. И чего-то среднего нету, какого-то среднего сегмента. Поэтому я не могу выбрать. Давайте посмотрим вот эту систему. Вот. 69 тысяч. Евро флекс. Еще и по скидке. Наверное, это выставочный экземпляр. Поэтому скидка почти 50% или что. Акция. Смотрите, стоило 120, сейчас 70. Производство Италия. Гарантия год. А вот я бы послушала про вот это. Смотри, вот эта штука вся стоит 70 тысяч рублей. И она по скидке сейчас. Ну, выглядит она, конечно, ущербно вообще. Зато из Италии. Ну, да. Она выглядит просто так. Выглядит она. Слушай. Ну, вот это не очень качественный пластик вообще. 90 тысяч. Производство Венгрия. И внизу также есть система для подачи пара. Там нет подачи пара. Ну, вот это выглядит уже уверенно. Тоже очень все тяжелое, сделано качественно, ручка приятная. Вот это на 70 тянет. Я сейчас точно обосусь. Это какой красивый холодильник. Денис, я такой хочу. Открой, он идеальный размер. Маша, это морозильник. Это холодильник. Знаешь, это на производке. А это что, не две дверцы? Это же двойной. Это двойной холодильник. Да вот с этой стороны открывай. Ну что? Идеально. Блин, это идеально для нас. Так, давай теперь с другой стороны открывай. Да небольшой, кстати. Ой, ну больше, чем наш. Больше. Ну вот он и я мы совместим. Цена 175. Ой, какой еще холодильник. У меня холодильники впечатляют. Еще и то, шуба. Вот этот вообще с прозрачным окном. А там они, по-моему, цифру лишнюю написали. Жесть. Это же Киберспаш. Я знаю этот бренд. Это самая дорогая. Это в самом крутом доме будет вот такой вот бренд, который вы наверняка не знаете. Мы просто посмотрели много, много видео на ютубе, посмотрели про самые дорогие дома. И вот мы уже знаем этот бренд. Он швейцарский, по-моему, да, Швейцария. 500 тысяч только за верхнюю и 500 тысяч еще за нижнюю. А, вот эта тема, да, Hyundai. Это стиральная машина и сушилка все в одном. А вот и холодильник. Еще один. С подачей льда вот так ставишь, лед подается. Что же у нас здесь? Холодильные камеры. Девочки, надо новый дом и закупаться новой техникой. И морозильная камера. Но из-за того, что здесь есть система ледогенерации, морозилка, как вы понимаете, не очень большая. Но это логично, потому что очень много занимает место вот это. Мы идем смотреть паровые шкафы. Это просто нанотехнологии. Здесь почему-то только два, да, есть. Большой от LG и поменьше тоже от LG. Я видела всякие тиктоки, в основном они, наверное, корейские. И ставят вообще в самых обычных квартирах. Типа, знаете, вот прям квартира 10 на 10 квадратных метров. Ну, реально маленькая, но обязательно должен стоять паровый шкаф. Мне вот хотелось бы узнать, насколько это действительно удобно, практично. У кого есть? Я не понимаю даже по времени, как это все долго происходит. У кого есть, напишите в комментариях, пожалуйста. Как вам? Покажи вот этот, как шкаф внутри выглядит. У меня, я думаю, места даже на 4 вещи хватит. Ой, даже на 5. Вот видите, сколько отделений? Столько вешалок можно повешать. И брюки еще отдельно. Функция стрелки на брюках. А внизу, наверное, обувь можно как-то там дезинфицировать. Варочные белые панели. Денис сказал, что? Мне нравится. Но я тебе сразу говорю, вообще говорят, не покупать, потому что на них очень сильно быстро появляются царапины, и их сильно видно. Слушай, ну вот эта плита крутая. Хоть куда поставь, понял? Получше не знаю. Вообще бомба, представляете? Тут не 4 конфорки, тут вся плита, а эта конфорка. Вытяжки стилевые, как телевизор выглядит. Слушай, а когда сделать вытяжку и телевизор 2 в 1? Вытяжка, представляешь, как она будет жизненная? Да, я вижу цену, и немножко я в шоке. А мне все понравилось. Вот духовой шкаф стоит 300 тысяч. А ты впечатлился вот этой сковородкой от Смэк? Я уже не удивлена, потому что, опять-таки, благодаря всяким соцсетям я знаю, что есть посуда у Смэк. Она очень тяжелая, кстати. И для индукции подходит. Можно смело брать. Зацените, что она шла. Блендер от Смэк, кстати, очень сильно выглядит. Есть бежевый и есть белый. Цена 22 тысячи рублей. Честно, я думала, он дороже будет стоить. Стилевый, пипяу. Ну да, выглядит круто. Это газовый гриль. Цена 298 кей. Ну, наверное, да, за такую махину. Итак, внимание, мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. Прикиньте, тут, оказывается, есть большой типа барбрик или, может, он реальный барбрик, не знаю. Паворачиваем направо. Там же третий этаж есть, но нет для нас. Ой, туалет, что ли? А, нет. В туалет хочу просто. В туалет. Как же тут темно. Чемоданы. Знаете, тут пахнет очень приятно каким-то спаром. Ой, такой чемодан красивый. Клево. Как будто бы он очень надежный, согласитесь. Масштабы. Ну, тут хотя бы тихо, потому что на первом тоже очень громко. Идем, посмотрим барбриков, мое самое любимое. Тут очень жарко, кстати говоря. А, вот наверху классный барбрик. Мурфик. Кто вот это такой? Я не знаю. А, да Флиннстоун. Сейчас на нее похож. Вот, что меня интересовало. Виниловые проигрыватели. Я знала, что они здесь есть. Представляю, что бренд Ленка, это проигрыватель, как у нас был розовый. Только у него есть еще специально для усилителей звука колонки. Не знаю, насколько круто у него звучание, но недорого ли виниловый проигрыватель, а 45 стоит. Тоже Ленка. Ленка вообще считается очень хорошим проигрывателем. Я свою розовую, к сожалению, продала, потому что она уже не подходит под стиль. Но я хочу себе все-таки виниловый проигрыватель белый. Да, колонка, здорово, что снизу, ты представляешь, как ее чистить, эту ткань. Он через год будет выглядеть ужасно. Тут все проигрыватели Ленка. Вот деревянный, стилевый, конечно. И тоже с усилителями. Вот, вообще по скидке. Он миниатюрный. Вы знаете, что меня смущает? Что все проигрыватели требуют много места. Им прям нужно выделять целый комод. А вот этот, честно, самый дешевый и самый круто выглядящий. Тут везде, кстати, Алисы стоят. Просто вот везде. Вы представляете, здесь есть всякие хаб-системы, роутер-системы от Huawei. ТП-лин за 38 тысяч. Наверное, очень хорошо будет раздавать Wi-Fi. Я увидела самые красивые барбеки. Я просто цивила так вот. Да, это барбеки Looney Tune. Это Банни. Койот, дикий койот. У него такой нос какой-то кривой. Я просто не могу понять, что происходит. И наверху находится девочка Банни. Самый, конечно, классный он. Можно подрёгать. Милашка. Прайс. Милашка. Телевизор, который, мне кажется, хотят все. Но он реально огромный. Сколько у него диагональ? 83, либо 211 сантиметров. Представляешь, 2 метра длина у него. 83 всего любимого. Это много, нет? Я тебе видел 85. Покажи. И стоит на 25. Слушай, но он не выглядит на 85. Может быть, потому что он стоит реально Samsung 85 и стоит 170 тысяч. Вообще стоит хорошо. В три раза дешевле, чем тот. А он не смотрится таким большим. Вероятнее из-за того, что он стоит. Денис предлагает зал купить. Не, ну я не против за 100 тысяч. Так вот на него цена. Ты видишь, на него скидка? Вот забирай сейчас. Либо сейчас, либо никогда. Он изначально стоит 290 тысяч. На него сейчас акция. Я вообще мечтаю о телеке Яндекс. Как бы это ни звучало странно. Но я очень хочу. Я телевизор с Алисой. Хоть мне и сами консультанты говорили, что такое решение покупать. У них диагональ очень маленькая. Вообще, если бы мы переезжали в новый дом, я бы хотела купить вот такой телевизор. На ножках. Это уже давно, конечно, тренд. На них идет уже года два. Но я хочу. У меня не было. Здесь диагональ всего лишь 55. А стоит он дороже, чем тот, который мы с вами до этого смотрели. 180 тысяч. На самом деле, это так мило. Тут везде стоят такие кресла. Можно посидеть. И вижу, вкусняшки какие-то стоят. Смотрите. Жук. Пироженки. Чаечек. В общем, рассказываю секретную информацию. Помните, тот самый телевизор, который мы сейчас с вами видели, который 85 дюймов, стоит 169 тысяч рублей. Мы его пробили в интернетах. И оказывается, на него действительно сейчас большая скидка. И все потому, что это осталась последняя модель в технопарке. Именно вот в нашем городе. Вообще ее типа в сети уже даже нет. Да, я смотрела, нет в наличии. В интернете нигде ее нет в наличии. Она есть в наличии сейчас только в DNS за 210. И Денис давно мечтает о таком телевизоре. В общем, что мы вышли? Мы вышли из магазина подумать, что Денис, возможно, он думает, в пить этот телевизор. Это сейчас, знаете, выглядит, как будто реклама технопарка нет. Это не реклама технопарка, к сожалению. Единственное, что, как вы знаете, у нас телевизор обисит на специальном таком хронштейне, который крутится, чтобы использовать телевизор как фон для ролика. И кронштейн, чтобы смог выдержать такой телевизор в 85 дюймов, нужно очень мощный покупать. Он здесь есть в наличии. Он стоит 45 тысяч рублей. То есть, по сути, если покупать такой телевизор в DNS, будет цена 209 тысяч. Это цена телевизора здесь плюс кронштейн. Мы уточнили, возят ли они за город, потому что мы живем уже за городом. Сказали, да. Ну, сколько там доставка, конечно, должно стоить плюсом, но прибавьем смущи. Для подумать, я взяла вот такой вот смузи. Симпл кофе с черникой и с кокосом сверху. Что мы в итоге надумали? Что мы не берем на телевизор. Да. Смещает операционная система Samsung. Это телевизор еще 22 года. То есть, он, возможно, уже и обновляться не будет. Но предложение очень забанчивое. Просто такая скидка в 100 тысяч рублей почти. Конечно же, сразу тебя подталкивает на то, что тебе это надо. Вы что-то знаете, куда мы сейчас идем? Мне в технопарк очень понравился маленький массажер от Борк. Перкурсионный, который самый маленький. Он там стоит 18 тысяч рублей. Запоминаем цены. Сейчас мы идем в Борк. Вон там Борк. Мы сейчас идем туда, потому что я, если я буду что-то покупать от Борк, это будет моя первая покупка Борк. Я хочу ее совершить в магазине Борк. Так, девочки, мальчики. Мне все ближе и ближе к магазину Борк. Если я там что-то куплю, это будет, конечно, очень круто. Но я хочу именно массажер. Надеюсь, он тут будет. Девочки, ну красота. Все, теперь этот массажер у меня. Классный очень магазин. Там так светло, так много воздуха. Это пипяу, как поднимает настроение, когда в Борке у тебя есть массажер. На самом деле, давно хотела, но хотела я и могучая. Я не знала, что в Борк будут массажеры, но вот все. Моя официально первая покупка в Борк. Просто посмотрите, какой пакет. Какие тут ручки. Это, наверное, самое дешевое, что было у них в магазине. Нет, ладно, у них был там диспенсер для мыла за 14 тысяч. Я так понимаю, этот влог у нас будет влог-прогулка. Хотя бы немножко. Мы сейчас с вами держим путь в пассаж. Во-первых, мне там нужно купить карандаш от Гуар, потому что свой я потеряла, мне нужно ролик снимать. И, во-вторых, Денису нужно сделать симку, а в пассаже есть и Теледва, и Мотив, и МТС, и всякое такое. Там кайфут, там тусы, тусы, какая-то вообще слышно, как по-народу, блин. Вау. Мы в самый эпицентр. Так, девочки, мальчики, мы идем в золотое яблоко с одной целью. Карандаш от Гуар. Все, больше нам ничего не надо. Интересно, я справлюсь с задачей. Девочки, я нашла, я не помню, какой я цвет покупала в прошлый раз. Сейчас заново буду выбирать. Челлендж выполнен. Я взяла в итоге два карандаша. Не смогла определиться, какой хочу больше, капучино и нюдово-розовый. Ура! Ну, а сейчас мы пришли в Теледва, чтобы сделать тут ЕСИМ. Шок. В Теледва можно купить красивый номер. Платиновый стоит 15 тысяч. Вау. Смотрите, три двойки, пятерка и три четверки. О-о-о-о. Такое мне нравится. Ну, ну вот тоже неплохое. Ну, вот. За три тысячи тоже неплохие. Тут еще акция идет. Три тысячи номер. Мне понравился. Сейчас я покажу. Ну-ка, листони, по-моему, на следующей вкладке. Я уже не помню, что мне понравилось. Наверное, вот этот. Тут четыре тройки, да. За три тысячи хороший прям вариант. Купили бы себе. Просто Денис думает уже взять вот такой какой-нибудь номерок. Я вроде бы взяла горячий шоколад или шоколад с молоком. А по вкусу это как кофе. Попробуй. Да? Ну да. Что-то я не поняла. Прикол. Мы сейчас зашли в мотив, чтобы сделать симку мне. В мой второй телефон, чтобы на нем всегда был интернет. Мы наконец-таки в машине. Я распаковала свою коробочку. Смотрите, у меня даже чек сложили в конвертик. Все так премиально. И я уже распаковала, собственно говоря, массажер. Уже даже его попробовала в деле. Была красивая упаковка. Ну, я просто сняла, знаете, такое коротенькое видео. Наверное, в истории выложу или в телеграм выложу. Ну, куда-нибудь эту распаковку я выложу. Пакет оставлю, потому что, ну, красивый. И сам массажер идет вот в таком чехле. Честно, я приятно удивлена, потому что я не знала, что будет чехол. И вот эту насадку я сейчас уже буду тестировать вовсю, потому что у меня ноги капец как болят. Вот эти кроссовки дико неудобные, потому что они не оригинальные. Это Nike's Wildberries. Мне кажется, сейчас буду разминать свои ножки. В комплекте, в общем-то, массажер. Три насадки. Вот это для головы, это для рук больше, для тела. А вот это насадка для ног. Кабель зарядки. Я, в общем, планирую здесь этот массажер в машине оставить, пока вот тепло, пусть он лежит. А, и сейчас знаете, в чем прикол? Насадку сюда можно еще установить. Ну, если ты его с собой куда-то в машину, ой, в сумочку берешь. А как вам такое, скажите, пожалуйста? Снаружи автомобиля плюс 31. Я чувствую это, я чувствую. Я открыла погоду. Тут нам, конечно, говорят, что 26 градусов, но вот на солнце, видимо, реально до 31 прогрелось. Знаете, что самое удивительное? Что через пару дней нам снова снег обещают. Буквально в среду снег, в четверг снег, во вторник дождь. Знаете, я не удивлена. Я смотрела, что там сейчас в Питере, в Москве. Там же вчера дождь, снег был, ветер. Так что до нас тоже дойдет. Радуемся солнечному денечку. Итак, друзья, мы сейчас выкрутили новый влог, который, ну, вышел вот до этого, который я снимала. Я сейчас его отсмотрела и поняла, что туда не вставили часть материала, потому что он не загрузился и на диск. Ну, короче, важная информация заключается в том, что я не хочу, чтобы эти файли пропадали. Поэтому я вам сейчас покажу, как мы в прошлый раз, в прошлом влоге, все-таки съездили второй раз на студию, поснимали рилсы. И как мы заказали очень дорогие роллы и устроили небольшой мукбан. Так что вот, посмотрите. Уровень погоды. Через пару дней при этом плюс 25 обещают. Сегодня плюс 3. Я забыла, когда из дома выходила какую-либо верхнюю одежду. Ну, не страшно, ладно, я на машине. Я просто думаю, что уже все весна и хожу просто вот в одном костюмчике. Тем временем Денис. Закутан. Мы на месте, как выглядит студия до того, как мы ее сейчас разворошим. Все раз в рум-тур по этой же студии. Тут пальма добавилась, ее раньше не было. Зато было зеркало в полный рост, его убрали. Диван пододвинули, значит, его двигать можно. Тут, в общем, что-то как-то это прям пустее стало, я бы так сказала. Вы представляете, я себе сделала укладку, и она из-за дождя не разбушилась. Она из-за того, что я носила капюшон, прячась от дождя, наоборот, все пролезалась. Я с собой взяла отпариватель, и сейчас я буду парить вещи перед первой съемкой Рилса. Да, я могла это сделать дома, но в этом нет никакого смысла, потому что пока это все лежит в таких вот пакетах, все равно все мнется. Поэтому я с собой притащила отпариватель. Так что вы сейчас будете стоять здесь, а я буду там и парить вещи. Ну все, друзья, алёха. Да, мы все поснимали, даже сегодня не сильно как-то студию разгромили. Убирать за ними практически, за нами практически ничего не надо. Я вроде не разговаривала на видео, а была запинается, наверное, поэтому она запинается. Лил дождь, когда снимали, было очень пасмурно и очень темно, сейчас солнышко. Летнее после дождя. Сумки собрали, можем валить. Я надеюсь, что сейчас сумки будут чуть-чуть полегче. Вот, нормально. Сняли мы сегодня? Здравствуйте. Всего 4, по-моему, видео. Но зато какие, зато какие. Денис сегодня дебютировал в моих рилсах. Первый раз снимал. Ну как, еще в рилсах не дебютировал, но в съемке рилс как точно. А, ну ты снимался в шортсах. А цели направлено в рилс? Нет. Я немножко различаю. Погнали. А у Дениса распаковка. Многие чисто мои влоги смотрят ради твоих распаковок. Что купил на этот раз? Да ладно, все равно. Конечно. У тебя они особенные. Особенный вайп. Ты всегда в одной кофте. Я не той же. Стабильная. Стабильно в одном и том же магазине все заказываешь. Не реклама. К сожалению, да. Заблюрить. И знаешь, стабильно ты вот подобный товар заказываешь раз в полгода. Но такого нет. У каждого свои приколы. Дай хоть посмотрю. Ну какая красота. Ручка такая, да, интересная? Стилевая. Денис себе заказал новые наушники, потому что старые, соневские, тоже у него сломались. У меня была третья версия, эти пятые. Ого. Можно аккуратно. Вот так что ли? Мне кейс нравится. Какая коробка интересная. Картонная, представляешь? Можно уже сразу слушать носок. Какие маленькие? Сколько тут амбишур. Слушай, то есть это получается кейсик такой многофункциональный. Такой провод короткий. Мне нравится, что амбишурцы мне показывают. Принес, принес, показывает все. Кто-то поел. Честно, похоже на какие-то китайские наушники заказали. Ну да, я бы подумала, что это какие-то DXP. Ну да. Да простят меня Sony, да. Не выглядит. А что их прощают-то? Они ушли. Аирподсы выглядят круче. Ну, зато звук тут. Слушай, а ты говоришь, что ты не хочешь прошки брать, а в итоге эти вакуумные. Да, мне не нравятся просто они. Да. Звук у них стойный. Я думаю, мне нравится, как в ушах сидят. Слушай, нифига у меня уши маленькие. С-очка. С. X, X, S. Нет, S, S у меня вообще. S, S, да, да, да. М-ка стоит на базе изначально. Нормально? Ты что с маленькими ушами? Тебя Фунтик покусал? Со своими маленькими ушками. Кстати, у Фунтика ушки уже намного лучше. Уже почти чистенькие. Причем мы еще не ездили на осмотр, но поедем, я думаю, скоро. Мы тебе набрали одежду. Почему ты все время в этой кофте? Люди уже не понимают, какого года этот влог. Ты всегда в одном и том же доме. Это моя любимая кофта. Фунечке покажи, он с удовольствием изживет в удобный момент. Фуня же изживал один наушник. Так что для него это нормальная история. Слушай, я слышу вас. Они шумоизоляции. Кокейс классный. Просто принести старые, показать. Было. Просто разумеет. В два раза меньше. А зачем такой был кейс огромный? Ты наушники сейчас увидишь. Они же просто здоровенные. Лютые. Да, я помню. Это мутанты. Один наушник весит, как вот эти два наушника. Потерял наушник. Ты потерял наушник. А я плыву наушник. А я плыву наушник. Ой, какие они вкусные. Увидите, вам точно съем. Вы просто посмотрите на это маленькое чудо. Сам залез на диван. Зауютился здесь, естественно. И лежит в балдее. И теперь, внимание, это самые дорогие роллы. Доставка так точно, которые мы заказывали. Денис очень захотел роллов вкусных. Честно, мы прям самые вкусные. Не пробовали, наверное, в этом городе. Самые вкусные не знаем, где покупать. Но вот такую доставку он нашел. И этот пакет стоит просто каких-то баснословных денег. Мы заказали много порций. Но в порции здесь по 4 роллинги. То есть по 4 кругляшки. Открываем. Чай. Подарок. Приборы. О, боже. Ну, они стандартные. Какие хорошенькие. Жаль, что не подписано. Потому что там, знаете, ролл какой-нибудь Цезарь, может быть. Ролл в авокадо с клубникой. Вау. Какая красивая Калифорния. Филка, кстати, хорошая. В Филадельфии разные. Есть с огурцом. Есть с манго. Я заказала Филадельфию. Есть с авокадо. Всего 4 вида. Да. Посмотрите, тут даже есть ролл в креветке. Выглядит очень сочно. По-праздничному. Что ты там прочитал? Какой-то сертификат. Да. Сертификат на лазер лап. Что тут? На одну процедуру сахарного лифтинга. Слушай, ну, соевого соуса так мало. Это, конечно, вообще грабеж. Ну да, его можно налить. О, это так мило. Целая бутылка. Ну ладно, 3 таких бутылки. Скорее всего, рассчитана бутылка на 2 персоны. И вот, можно сюда наливать. И жвачка. Жвачка. Ммм, степлер. Слушай, ну да. Ладно, за оформление я точно ставлю лайк. А по вкусу мы узнаем позже. Ой, так пахнет. Вкусно манго. Ну что, дорогие друзья, добро пожаловать на мукбанг. Ну ты что, давай что-то не устраивай. Я просто не могу. И да, включаются камеры, когда мы едим. Я представляю, что это какой-то мукбанг. Я, правда, из колечки делаю. Давайте пробовать эти роллы, эти суши. Кстати, знаете, зачем мы так делаем? Для того, чтобы убрались все, как называются? Ну, ворсинки эти, волосинки. Ну да. Всякая ерундака. Приятного аппетита. Это самые, правда, дорогие роллы. В общем, вот это все стоило 7 тысяч рублей. Уси же это, дорогой. Я в шоке. Каждый ролл, каждые 4 штучки, порция, стоили в среднем 500 рублей. Очень мало здесь было дешевле. Допустим, что-то, конечно, стоило 390. И порция, это не 8 штучек, а 4. Я начну с Филадельфии, потому что я люблю Филадельфию. Кстати, здесь есть ролл, который вообще не содержит сыр. Тут рыба, рис и авокадо. Я начну с ролла. В общем, Филадельфия с авокадо. Рыбка толстая, реально. Единственное минус, эти роллы большие, я их буду кусать. Поэтому, кому неприятно, ссори. Кстати, вот филки большие, да. Добычные, наверное, не плохие. Авокадо мягчайший. Рыба свежайшая. И она чувствуется, потому что она толстая. И безвкусная. Привезли за полтора часа. Я хочу найти. Вот. Это самый странный, как по мне, ролл. Это Филадельфия с манго. И аромат манго, он чувствуется прямо из пакета. Своего соуса вообще не сильно. Ты почувствовал? Он такой прям супер разбавленный. Он вкусно очень. Да. Это пипец. Это пипец как вкусно. Но честно, манго не особо ощущается в ролле. То есть рыба перебивает вкус манго. Рыба свежая, как я сразу. Слушай, почему-то у них нет суши. Я обожаю немножко риса и сверху рыбку. Ну, я именно с рыбой люблю. У них нет. Просто попробуй. Вот это самое вкусное, что я ела. Какой, да? Угу. Там сверху горох на микрозелень. И она прям такая насыщенная. Обычно. Вкусно. Именно мне кость попалась. В роллах не должны в кости попадаться. Я рыбу просто не ем из-за того, что у них кости. В принципе, на этом я свой ужин заканчиваю. Потому что такая кость. А если она, я проголочу, она переварится. Конечно, легкая. Ну, теперь страшно с рыбой есть. Ну, не я что-то. Я есть хочу, я голодная. А это что такое? Это сырный ролл. Представляете, здесь сверху сыр. Он так называется, чиз ролл. Я его буду разбирать. Мне просто интересно, что это за сыр. Обычный плавленый. Да. А, плавленый. Фу, как арест. Тут такие хорошие продукты. И этот сыр просто со вкус ужасный. Он ужасный на вкус. Самый дешевый с растительными жирами. Сойка-то, что-то так все. Ну, в принципе, если роллы вкусные... Она не соленая. Она не ебесоевого соуса вкусная. В общем, если у вас будет дикое желание поесть каких-то супер дорогих вкусных роллов, ну, на праздник там всегда. Ну, а сегодня праздник, мы такую проблему решили, о которой вы не знаете. То, в принципе, можно. Только будьте аккуратны, там, как я с ки-ки кости. Ролл с кереткой. Первый раз. Первый раз мне попалась кость в роли. Первый раз. Никогда не попадалась. Угу, вкусно. Еще большой минус. Они большие. Я, допустим, не могу много еды из-за раз есть. Мне некомфортно. Поэтому я кусаю. Они прям большие. Большой рот только помещится. Ну, лайк. Даже несмотря на кость. Ладно, лайк. Вкусно. Минус. Это соевый соус. Размер. Вы, кстати, знали, что во многих доставках не просто берут соевый соус, да, там, кикоман, и разливают. А его варят по особенной рецептуре. То есть, соевый соус, сахар. Могут добавлять жидкость из-под имбиря. И это у многих считается фирменной фишкой. Ну, это ерунда вообще. Сахар добавляют. И поэтому в разных доставках разный вкус соуса. Ура. Теперь мы возвращаемся в настоящее. То, что происходит здесь и сейчас. А сейчас у нас происходит то, что у нас сегодня суббота вечер. Мы после этой шикарной прогулки приехали домой. И наводим дома марафет. Прибираемся. Я сейчас вместе с вами буду разбирать как раз-таки эти пакеты с фотосессии. Как я вообще все поняла. Я просто смотрю, пакеты есть. А видео этого контента нет. В общем, вот это все мне надо разобрать по своим местам. Тут и одежда, и обувь, и, возможно, что-то еще. И хочется просто привести мою комнату в порядок. Тут, собственно говоря, глажка была. Также надо глаженные вещи разобрать. Коробки разобрать. Ну, дел много. Я, знаете, что хочу в первую очередь сделать? Прибраться в сумках. Потому что они сейчас набалены некрасивым образом. Мне это вообще не нравится. Расскажу вам по секрету. Заказала сюда стеллаж. Хочу на этом стеллаже организовать хранение туфель. Потому что, ну, или каких-то там кедов и так далее. Я так посмотрела. У меня сюда влезает стеллаж 50 сантиметров. Я его сюда поставлю через какое-то количество времени. Просто там все так вот сдвину. Должно быть симпатичное. Плюс еще наверху будет место, чтобы поставить высокие сумки. Потому что мне этого стеллажа под сумки не хватает. Так что давайте тут красоту наведем. Погнали. Мы сделали это с вами. Прибрались в нашу шикарную гардеробную. Капец. Я так устала, что мне кажется, у меня даже голос садится. Но, наконец-таки, я все убрала. Я этому очень рада. И решила кое-что здесь доработать. У меня постоянно мой дейсин валяется. А я делаю укладку на дейсон здесь. И меня напрягало то, что он валяется на полу. Поэтому я принесла вот этот маленький кофейный столик снизу. Он там как бы тоже нужен. Но не настолько сильно, как здесь. И вот в углу он идеально вписался. Так что в углу мне теперь будет стоять дейсон. Не на полу. Мне его уже надо очищать. Потому что он весь у меня уже в волосах. Тут уже все в пыли. И теперь я могу завтра спокойно здесь снимать ролик. Потому что завтра у меня планируется здесь съемка ролика. Ура, ура, ура. Всем доброе, бодрое. В общем, помните, мы последний раз, когда у нас была уборка, вызывали специального клинера, который чистил нам диван. Ну так вот, мы его снова вызвали. Он сейчас приехал к 9 утра. Потому что у Фунтика были проблемы с мочевым пузырем. Он описал все, что мог описать. Он описал все ковры. Он описал диван несколько раз. И вот сейчас он будет очищать диван. Он даже Фунтик нам описал новую кровать, новый матрас. И все сейчас постараемся прочистить. Надеюсь, получится. Друзья, вы не представляете, пока у нас была уборка. Я пришла на кухню и начала готовить. Вы представляете? Вы спросите, что я делаю? Я быстренько, рандомно нарезаю томаты. Сделала нам тут скрэмбл из белка. Потому что вот, что у меня было. 12 яичных белков в банке. У них скоро уже срок проходит. Надо быстрее это все кушать. Поэтому скрэмбл у нас будет интересный. Мне кажется, мы никогда не делали скрэмбл только из белков. Омлет да, а вот скрэмбл нет. Итого. Вот такой завтрак у нас получается на двоих. Скрэмбл. Сверху пармезан. Помидорки, салатик. Рикотта. Сыр с голубой плесенью. У меня тут то же самое. Кстати, уже запуталась. Где моя порция? Вот это вроде моя порция. И первый раз пробовала такую рикотту. Очень даже неплохая. Вкусненькая. Единственное, что она не то чтобы суховатая, но не такая жидкая, как моя любимая рикотта. Но она прям бомбическая, солененькая. И вот такой вот сыр с плесенью. Белковый, зажористый завтрак. Показываю наш диван после. Я его мне показывала до, потому что это было очень все плохо. Тут было очень много мочи, фунтика, пятна желтые. Ну, представляете, да? Просто не хотелось мне это показывать. Зато диван после стал как новый. И, наконец-таки, отмылись. Все пятна, которые мы не могли отмыть в прошлый раз. Тут были пятна от тонального крема. Все, сейчас они все ушли. Диван чистый, полностью мокрый. Плюсом еще почистили ковер. Потому что воск убрали, представляете, с ковра. Ура! И с этой стороны тоже убрали, где медведь. Да, там тоже что-то почистили. Тоже. Ну, там чуть-чуть пятно осталось. В общем, фунтик написал еще и на ковер. Он тут также еще нарыгал. В общем, тут была полная эпопея. Но у нас вообще сильно фунтик приболел. Он рыгал, он писал. Ну, все вообще у него было. И в какой-то момент он даже нам пометил вот этот пуфик. Нам его тоже помыли. Да тут вообще, ребят, был полный расколбас. Вот так вот, если все перечислять, мы сами брались за голову и думали, что делать. Настолько сильно нас это все пугало, что, видите, даже вызвали, так скажем, клининг, химчистку. Плюсом почистили спальню. В спальне почистили матрас, потому что фуня написала на матрас. Это знаете, как было? Мы с ним играли, играли, играли. И это было перед сном. И в какой-то момент он рядом с Денисом просто встает и пищит. Ну как, он даже, он ничего не делал. Просто играл, играл, встал, пищит. Вот это такое недержание у него случилось. И почистили ковер. Ковер тоже чуть-чуть где-то там написали. Где-то он просто был грязненький. О, Денис, видимо, зеркало убрал отсюда. Смотрю просто, где зеркало. Сейчас мы включили здесь обогреватель, чтобы все это просушить, потому что... Я не знаю, где мы будем сегодня спать, если будет мокрый и диван, и кровать. Но мы надеемся, что матрас высохнет. Он очень мокрый. Жуть вообще. Надеюсь, что все просохнет. Мы специально вызвали пораньше. Видите, время уже 11.20. Нам все сделали. Ну, 10 часов до 11 часов вечера, 12 часов есть на то, чтобы просохнуть кровати и дивану. Ну, я надеюсь, что просохнет именно кровать. Потому что я не хочу спать на диване. Главный вопрос. Это всегда вопрос финансов. Сколько все это стоило? Мы капец, как много денег отдали в этот раз. 13.800. Мы отдали за диван, матрас, два ковра и вот этот пуфик. Я по мультику говорю, вот, ты бы мог все эти деньги нам сэкономить. Как быть, так быть. Я потихоньку собираюсь. Ну, как я вообще... Я помыла голову и не начала их сушить из-за того, что постоянно куда-то бегала. Вот что у меня произошло. В общем, мне сейчас нужно будет собираться, потому что у нас должны быть съемки. Я вам вчера говорила, что у меня сломалась кофемашина. Вот я надеюсь на чудо. Я ее сейчас всю помыла, прочистила, убрала капсулу. Подогрела себе уже молочко в кофе. Вот взяла новую капсулу, алюминиевую, которая очень хорошо, да, обычно протыкается, так скажем, да, под давлением. Надежда у меня все еще есть. Берем какой-нибудь стакан. Может быть, сейчас под камерой машина заработает. То есть я все включила, воды налила, погнали. Опа! Походу все. Сейчас пойдет. Да ничего там не идет. Все. Я не понимаю, что это? Что за проклятие кофемашины на мне наложено? Представляешь, я с моей купленной тоже работать не буду. Я не понимаю, ребята. Просто я не понимаю. Это вторая кофемашина за этот год. Какая вторая? Наверное, третья даже. Для этого тоже была, но она была в декабре, я ее сразу сдала. Она сразу не работала. И смотрите, я ее теперь не могу открыть. То есть она так завакуумировалась, что все, она не открывается. Я не понимаю, что происходит. Я просто не понимаю. Я уже думаю, что, может быть, капсулы, которые я покупаю, они какие-то не такие. Но, блин, в смысле? Должны любые капсулы сюда подходить. Ну, в смысле, производители любые. Я уже не знаю, что делать. Я еще не оформляла возврат. Я не знаю. Я хочу попить кофе. Хорошо, что у меня были дрипы. Я вот себе уже завариваю дрип-пакет, потому что надежды были, но их было очень мало. Так, девочки, мальчики. У нас какой-то шок. На парковке метро какое-то огромное скопление автомобилей белого цвета под иномаркой Lada. Уже не только белого, есть еще цветные. Но там, наверное, штук 40 просто белых лад. Я так понимаю, что парковку метро сдали в аренду. Вы просто посмотрите туда. Наверное, масштабы неясные. Но там вот настолько всего много. Да, и амоды стоят. Иксиды. Амода, по-моему, то, что я... Черри. Ну, тут, в общем-то, везде всякие автоцентры, видимо. Они нагнали. Мне так голубой цвет нравится, такой нежняцкий. Мы приехали в метро, чтобы купить здесь мясо собакам. У нас просто какая-то проблема, дилемма с ним. У нас все закончилось, и мы уже неделю не можем купить, наверное, больше, потому что его нет. Я сегодня снова от косметолога. Я не помню, как называется процедура, но, в общем, была новая процедура. Светопроцедура. Светотерапия. И посмотрите, как у меня сейчас хорошо выглядит кожа. Я просто пришла в машину, села смотреть в зеркало и такая... Прикольно. Может быть, какой-то зеленоватый оттенок, но вроде бы его нет. Зеленоватый оттенок могу превратиться в шрека из-за средства, которое мне наносили, и оно дает вот такой вот тон. Денису очень понравилась вот эта вот шикарная машина. Это Дженезис, но Денис говорит, что немножко косит под Майбах, как наш танк немножко косит под Рейндж Ровер. Все нормально, да? Успешный успех. Почти три пакета мяса. Не самого вкусного, которое мы обычно покупаем, но хотя бы какое-то. Смотрите, на улице-то какая благодать. Хорошо. Закат сейчас будет. На самом деле даже пахнет вкусно. Почти что летом. Где запах весны, скажите, пожалуйста? Запаха весны не было. Собственно говоря, купили вообще какое-то неизвестное нам мясо. Фермерская говядина. Надеюсь, вкусно. Представляете, все везде разобрано. Вот тоже какая-то говядина. Травяной от корм, значит, вкусная. Грудинка без кости. Короче, капец. Надо пацанам где-то мясо уже искать такое, чтобы стабильно везде было. Можете нас поздравить? У нас, кажется, высохла кровать. Ну, вернее, матрас. Кровать, конечно же, не мыли. Матрас сухой. И вы знаете, в общем, у нас сейчас в спальне 27 градусов. Это очень жарко. Я не знаю, как мы тут будем спать. У нас весь день работал обогреватель. Мы его только-только выключили. Это пипяу. Но главное, что сухо и что мы здесь сможем спать сейчас. Главное это все застелить чистым бастельным бельем. Все дела. Как пацаны радуются новому застеленному белью. Распаковка нового белья, чек. Они вытирают все свои сопли. А новое. А новое одеяло. Жуть. Теперь это не новое постельное белье. Его снова нужно менять, пацаны. А зачем мы его будем переворачивать? Ты смотри, что он сделал. Чего-чего? Как ты будешь спать сейчас? Жуть. Фуня. Фуня. Он опять линяет. Его надо опять вести грумеру. Фуня. Ну, куда ты так сильно линяешь? Это люто, конечно. Бакс уже на свое место лег. Бакс со мной спит обычно вот здесь. Он уже туда пошел. Надо идти умываться, зубы чистить. Все дела. Да? Да. Ура! Во-первых, всех с добрым. Во-вторых, с утра я сделала очень полезное дело. Намыла все свои кисточки. Потому что вчера я снимала макияжный ролик. И в ближайшие дни меня тоже ждет макияжный ролик. Так что чистые кисти – залог успеха. Единственное, я всегда не знаю, как их лучше сушить вот так, лежа или стоя. И вы мне всегда пишите, Маше не сушить так, а как я забываю как. В общем, я их сушу на полотенце. Еще раз всех с добрым-бодрым. Как вы знаете, я вчера была у косметолога, у врача моего. И, собственно говоря, она мне после процедуры вчера выписала вот такую вот сыворотку. Видела комментарии, что «Маша, меняй косметолога, тебе впахивают, впаривают, фискивают ультра-сьютиклс, это типа все не норма». Меня никто не впаривает, никто не принуждает. Меня спрашивают, комфортно ли мне посмотреть уход у них в салоне. Я говорю «Да, мне комфортно, мне он подходит, я, так скажем, грубо говоря, могу его себе позволить, поэтому давайте посмотрим». И, собственно говоря, вчера мне добавили в мой повседневный уход сыворотку «Ультра-сьютиклс, ультра-ред». Она направлена на борьбу в основном с краснотой кожи, то есть она подходит для нормальной, для сухой, для жирной и для чувствительной кожи. И она направлена на борьбу с розацией и на уменьшение красноты. Стоила она, пожалуйста, не падайте в омарк, сколько, я даже не буду говорить о ту цену. Но в золотом яблоке она стоит еще дороже. Я сейчас буду первый раз ей пользоваться, потому что вчера мне вообще нельзя было никакой уход на лицо наносить, потому что я была после процедуры, я не запоминаю вот эти вот умные слова. У меня была процедура световая, светотерапия, то есть у меня был белый свет, красный свет. Это было все очень ярко, необычно, когда я пройду несколько процедур, я вам расскажу, как это, то есть там должен быть курс. Сыворотка 30 мл. Это мне нужно использовать утром. Такая она персикового цвета. Убитывается мгновенно, настолько мгновенно, что я даже не успела распределить по лицу, моя кожа все впитала. Ну какая-то я сегодня все равно такая розоватая, но это после вчерашней процедуры. То есть это уже повело за собой красноту мою вчерашней манипуляции с моей кожей. По сути мне ничего не делали, я просто лежала под светом, если грубо говоря. У меня там наносили какие-то средства и так далее, но каких-то физических воздействий не было. Ой, ну хорошая, приятная. Еще вчера, к сожалению, не смогли принять Дениса в косметологию. Так получилось, нахладка со временем произошла. И нам подарили подарок за, ну из-за такой ситуации, что, в общем, его не приняли. Такой вот пакетик. Тут гель для душа с шиммером, смотрите, там блесточки. Надо это все перемешать. Наверное, с малинкой, раз он розовый. Ой, так приятно пахнет. Какой-то чистотой парфюмированный. Попробуем. Далее, здесь два кремушка для кожи тела, я так понимаю. Увлажняющий. Один из Италии, другой из Испании. Бренд называется Arashy. Я сейчас все загуглю, все зачитаю. Еще мне подарили вот такую вот сыворотку от Ultra Stiockels. Подарочек, естественно, для выравнивания текстуры пористой кожи. Я, кстати, на эту сыворотку давно заглядывала в золотом яблоке. И я думала, почему мне ее не выписывают? Она назначается жирной кожей с расширенными порами, комедонах и акне для очищения и уменьшения размеров пор. И вечером я, наконец-таки, в свой уход добавляю ретинол. Чуть-чуть помаленьку для чувствительной кожи. То есть, вот в этой сыворотке, которую я буду использовать вечером, небольшая концентрация кожи, она именно для чувствительной. Потому что есть у Ultra Stiockels, еще более, так скажем, массивные формулы для уже другой кожи. В целом, я сейчас поняла, что я уже где-то месяц пользуюсь Ultra Stiockels. Я месяц хожу к косметологу на какие-то такие лайтовые процедуры. То есть, мне делают очень лайтовые процедуры. Потому что я сразу сказала, что я боюсь чего-то такого прям экстра, гипер, необычного. Поскольку я особо за своей кожей в таком-то формате не ухаживала. И сразу мне делать какие-то жесткие процедуры... Не надо, пожалуйста. Давайте начнем с чего-то минимального. Меня услышали. Делают все такое вот. Разгоняются, так скажем. Но кожа, правда, стала лучше. Ну вот честно. Прошел действительно месяц. Я пошла к косметологу в конце марта. Сейчас уже почти конец апреля. Ну как сегодня, 21 апреля. Но уже близится, да, к завершению месяца. Поры стали менее выражены. Качество кожи как будто тоже стало лучше в целом. Тонус у нее появился. Вот это тоже факт. Единственное, что у меня после очистки, после чистки, которая вот была пару дней назад, такая вот история вышла. То есть, у меня два закрытых комедона вот здесь. Один оказался такой больнючий, что я понимаю, что там гной. Я его выдавила. И там действительно вышел гной. Я думаю, меня сейчас отпустят. Но меня предупреждали, что после очистки, возможно, из-за того, что там все вот усасывалось, вся гадость, которая была у меня, она выявила. Вы вообще видите, ну, какие-то изменения, да, нет? У меня вот эта камера, она вообще ничего не блюдет. Она вам показывает состояние моей кожи такое, какое оно есть сейчас. Я попробовала этот гель для душа It Mine. Девочки, это бомба. Вот эта баночка стоила порядка 200 рублей. Здесь маленький объем. Строу Борис Лаш есть еще большой объем, чуть-чуть подороже. Это просто потрясающе пахнет. К сожалению, аромат на коже не шибко остается, почти не остается, но он очень хорошо пенится. И когда ты моешься, этот аромат заполоняет все пространство вокруг тебя. Так что такое нам надо. Здравствуйте, но это микрофон не от этой камеры. Я сейчас снимаю видео параллельно по этому с микрофоном. В общем, у нас давно не было распаковки «Жизнь Март». Сегодня будет. Во-первых, я заказала две матчи, потому что вся матча у меня закончилась. И есть только та, которая в капсулах, а капсульная машина не работает. Видите, он такой кинтолл и хлебушек. Лагман с курочкой. Еще один. Тут вообще как будто нет лапши. А, это шурпа. Ну, понятно. Самые любимые сэндвичи с рваной. Говядиной. Самые вкусные, как по мне, в «Жизнь Марти» это именно они. Котлетка куриная с овощами на пору. Они сейчас начали делать очень чесночные. Каждый раз заказываю и надеюсь, что она не будет настолько чесночной. Но, наверное, последние полгода они как-то борщат с чесноком. Раньше она была очень вкусной. Еще один лагман. И шаурма. Я вот хочу сейчас, наверное, шаурму покушать. Она с курицей и салатом полфлоу. Да, мы решили все-таки кушать шаурму. Я подогрела в микроволновке, чтобы она внутри прогрелась. И сейчас буду поджаривать на гриле. Yes. Девочки, мальчики, вы не поверите, что мы сейчас будем распаковывать. Это уже становится традицией в каждом влоге. Меня это пугает. Смотрите, что у меня есть. Да, это, наконец-таки, первая покупка из технопарка. Но она вынужденная. Мы, когда были там, увидели, что там есть кофемашина капсульной антилонги по хорошей скидке за 9500 рублей. Ну и что вы думаете? Я надеялась, что моя будет кофемашина работать. Но она не работает. Поэтому пришлось заказать. Чтобы вы понимали, такая же кофемашина на мегамаркете сейчас стоит 22 тысячи. А это уцененная, потому что у нее в комплекте нету подарочных капсул. Но мне они, собственно говоря, и не нужны. Окей, let's go. Мне тут даже тысячу бонусов в рандеву подарили. Приятно. Приятно. Коробка повидавшей виды, конечно. Но это мне страшно. Welcome to Nespresso. Боже мой, я скучаю по Nespresso. Может быть, они когда-нибудь к нам вернутся. Потому что у них реально классная кофемашина. Вот такая вот малышка. Я не помню, я ее снимала во влог. Нет, наверное, нет. Ну вот. В общем, она стоит 9500. И можете загуглить. Абсолютно такая же модель. Сейчас на мегамаркете, правда, только нашла. Она стоит 22 тысячи. Я ее всю намыла. Прям реально вытащила отсюда вот это. Также помыла бак для воды. Наполнила туда обычной водой его. Ну, то есть, из-под крана. И сейчас я буду проливать кофемашину. Работает, да? Нет? Вода будет течь. Ура! Кипяток! Прочистили. У меня ушло 2 стакана кипятка. Ну, горячей воды. Я не знаю, насколько она нагревает воду. Только сейчас в первый раз давайте заварим кофеечек. Очень удобная ручка, на самом деле. Единственный минус, который вот сейчас я уже реально вижу, это то, что сюда подходят только маленькие чашечки, а высокие не очень. Я нажимаю на кнопку Американо. Тут есть вот Американо и Эспрессо. Но очень шумно. Первые впечатления только положительные. Мне нравится, как это всё открывается и закрывается. Плюсом отсек достаточно большой для капсулы. Редко нужно его чистить, все дела. Единственное, она очень шумная. Она просто нереально шумная. Когда она работает, вообще невозможно разговаривать. Так что вот такой кофеёк у нас получился. Это кофе Дениса, здесь побольше молока. Это мой кофеёк. Я вообще хотела попить Американо, но просто налила слишком много молока в капучинатор, и вот остатки влела себе. И будем перекусывать с вот таким вот творогом. Девочки, кто живёт в Якате, рядом здесь где-то. В общем, где есть вот этот творог из Сталицы, потому что он далеко не везде есть. Обязательно попробуйте. Он просто нереально вкусный. Он есть с малиной, с черникой и с абрикосом. Мне нравится все наполнительные. Он просто безумный какой-то. Так, девочки-малечки, у нас тут вечерний перекус. Денис сделал вот такой смузи. Рассказывай, что здесь. Короче, там морковь, курец, яблоко, апельсин, виноград. Это всё в одном стакане? Ну, там же разные. Там что-то где-то больше, где-то меньше. Представляете? Переходим на, собственно, изготовленный смузи. Это офигеть как вкусно. Денис ещё и сделал два смузи. Видите, как готовил? Весь мокрый. В общем... Я поняла. В общем, в баночках тоже смузи. Я заказала прозрачные банки, но они ещё не пришли одноразовые. Чтобы прям реально было. Давай, попробуй. А, вот это другой. Вот здесь я вижу морковку. Здесь больше морковки. Ну, это видно. Выглядит отвратительно. Это было вкусно. Вот до чего доводят детоксы. Ты сам начинаешь готовить смузи. Это всё на одной соковой жималке. Но, буду честна, я заказала ещё и блендер называется. Чтобы делать ещё смузи из банана допустим. Его же никак не прогонишь через соковую жималку. Они тоже очень хотят. Очень хотят. Бигфест. Выгоднее с картой Альфа-банка. Получайте кэшбэк 50% за все покупки. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Смотрите, что у меня есть. Утка по-пекински. Уэйс новинка. И том-ям по-тайски. Я эти чипсы нашла в Магнит. Серия называется Лето вокруг. Я так понимаю, посвящена эта серия различным странам. И их, возможно, каким-то блюдом народным. Ну, потому что том-ям по-тайски. Это уже звучит вкусно. Утка по-пекински тоже соблазнительно. Нашла только две такие новинки. Может быть, ещё какие-то другие есть. Там ям. Вау, это так пахнет сочно красным перцем. Стоила пачка, по-моему, 149 рублей каждая. Это был не обычный Магнит, в котором я покупала, а Магнит Гипермаркет. Так, к слову, семейный. Реально чувствуется кокос. Ну, кокосовый такой бульончик. Чипсы перехлёные. Честно, сама картошка жестковатая. Она именно приправа. Ммм, заманчиво выглядит. Ну, это 10 из 10. Мне, честно, немножко не островато. Хотелось бы поострее. Реально 10 из 10. Дело за уткой. А эти не рифлёные. Представляете, это обычные чипсы. У них аромат фарша какого-то. С перцем чёрным. Фарша пряного. Они такие жёсткие, что-то вообще. Да, жёсткие, но приправа вкусная. Ммм. Это похоже на чипсы, которые я недавно пробовала тоже лейс. Заказывала их с Wildberries. Там был, наверное, тоже вкус какой-нибудь утки по-пекински, кстати. Слушайте, ну зачётно. Действительно похоже на какие-то заморские лейс. Потому что я их много пробовала во всяких роликах. Но мне, наверное, тайские больше понравились. На, пробуй. Хрустно. Утки я ставлю 9 из 10. Её я, наверное, навряд ли второй раз бы купила. Но мне понравилась, правда. Она такая караметизованная. Ну а теперь нас ждёт долгожданная распаковка от Дениса. Что-то он снова себе заказал. Что-то он снова будет открывать. Все пришли, посмотрите. Посмотреть на это. О, коробка. Зрелище. Попробуйте угадать, что здесь. И зачем это надо. Это что такое? Это подарок? Это я заказал тоже. Да? Да. То есть у тебя было два товара в заказе? Сначала маленький. Похоже на массажер перкуссионный, который мы купили. Ух, что он тяжёлый. Наш размер такой же. Ох, какой он холодный. Какой тяжёлый, да? Мини-вентилятор для того, чтобы убирать пыль из ваших устройств. Я думаю, особенно актуально для каких-нибудь геймерских компьютеров, потому что там так всё работает сильно, что пыль засасывается хорошо. Мини-пылесос? Да, мини-пылесос. Вернее, он не всасывает, а выдувает. Да, всё правильно. А ему уже интересно. Это массажёр. Ты же любишь массажёры? Ну вот, видишь, как ему уже нравится. Он требует продолжения. Да, да. Очень классно. 100 баллов из 10. Вот так выглядит, если кому-то надо. Ссылок не будет, потому что Денис её на Авито заказывал. Ес! И? Большой. Выглядит, как чемодан. Ёптвою налево. А ты смотрел его вес? Килограмма три точно есть. Здесь очень много всего. Расскажи, сколько сюда входит камер? Сейчас мы узнаем. Да. Вот такой кейс. Для флешек. Для батареек здесь. Батарейки. Здесь что-то какое-то провода закинуть. Здесь тоже что-то для чего-то. Дальше смотрим. Для флешек. Вот такой карман. Здесь вот такой маленький. Для флешек. Быстрый доступ. Здесь камеру можно достать. Здесь, допустим, какие-то батарейки положить. Вот здесь. Здесь, по-моему, такое же, да? Здесь такое же. Нет. Вот. Тут другой. Здесь другой. Еще для флешек. Для денег. Для чего-то. Ты как бы взял, вот так вот на бочок сделал, камеру достал оттуда. Все, закрыл. Все, здесь, по-моему, все посмотрели. Так, где-нибудь камеру у тебя и вытащили. Вот так вот его можно взять с собой, допустим. Ребята, они просто реально смотрят. Они смотрят на распаковку в прямом эфире. Им повезло чуть больше. Очень внимательно. Открываем самый большой отсек. А что, он открывается не со спины? А, нет. Это расширяется. Это расширение. Это расширение. Вау, вот это круто. Расширение. Тут еще какой-то отдел. Господи. Вот, ты переживал, что для ноутбука не будет. Девочки, это просто какой-то лабиринт. Вот. Я думаю, знаешь что? Сколько флешек можно выбрать? Я уже думала, что надо мне такой же под косметику. Вот сюда, сюда. Господи, боже мой. Сколько можно. Сюда, сюда. Да, но ноутбук, блин, походу, не влезет. Главное от всех открывается. Вот так почти до конца. Здесь лямки. Специально, чтобы не вывалилось туда топил. Я все подавала. А, вот для ноутбука. Пипец. Вот, для ноутбука. Здесь для другого ноутбука. Здесь что-то еще положить. Проводочек для ноутбука. Здесь еще что-то положить. Здесь ручку можно положить. Здесь еще ручку положить. Ну, навряд ли сюда ты положишь ручку, чтобы она протекла. Дополнительный поезд, который цепляется. Ты, короче, вот так вот идешь. Уровень, да? Ты понимаешь, о чем уровень? Да, я в шоке. Могли бы видеть мое лицо сейчас. Что-то, короче, надо застать. Ты такой, бах. Ну, короче, к кондукторам. Подрабатываешь. Ты кого интересен? Скажи, сколько стоит. Камеры положить сюда. 20. Цена? Нет. Меньше? Рюкзак 16 тысяч. Продувалка 5. Продувалка 6 тысяч стоит? Угу. Рюкзак стоит 12 тысяч. Переоценила и недооценила. Ну, за рюкзак он стоит этих денег? 11 тысяч рюкзак. 12 тысяч стоит. 12 тысяч хорошая цена. Честно, думала, дороже, потому что я тебе предыдущий заказывала за 8 или за 9. Да. Первый затест на вместительность прошел успешно. Смотрите, сколько реально всего. Где-то еще и место осталось. Ну, вот этот объектив сюда поставить и все. Ну, сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. И два здесь. Семь объективов, две камеры. Ноутбук. Вот этот соседку, что? Собаку можно посадить. Девочки, я готова идти в поход. Девочки, у меня муж шапоголик. Девочки! Я превращаюсь в маму отличника. Вообще-то мы с ним в прошлом соседки были, так что это нормально. В одном городе жили. Давай. Девочки! Выгоняем. Девочки, он снова что-то купил. Семь деньги потратил. Девочки! О, а что это? Есть, ты же их не просила. Да, чехол, да? Ну, новый, накладки, да? Чтоб я обклеила их. А чего он не прозрачный? А не было прозрачного? Да. Ну, тогда... Не, нормально, на самом деле. Он снова двухсерый. Слушай, мне нравится. Хорошее серое матовое стекло. Ну, ты же не против, если я его стильными стикерами обклею? Я потом отклею, да? 3D. А я потом отклею, да? Ну, ты же вот эти-то не отклеил. Да потому что невозможно их отклеить. Выглядит стильно. Меня только смущает, что он не защищен. Денис меня просит выбрать какие-нибудь классные мужские стикеры. Тем временем я. Но сейчас это все девочки клеят себе на телефоны. Вот именно эти значки. Я не рискую, потому что, ну, как по мне, вот так эстетика, а вот так перебор. Чем тебе не мужской стикер? Прям с мужским достоинством. Ну, точно нет. Чтобы вы понимали, эти стикеры действительно очень популярны. У разных производителей они есть. Просто вот вводишь стикеры на телефон 3D. Раз, два, три. Ну, любая цветовая гамма. Четыре. Для этого тут еще был. Ну, в общем, вы поняли. Всех с добрым и бодрым. Сегодня у нас 25 апреля. Уже практически половина 9 утра. Я налила себе кофейку. И просто решила с ним выйти на веранду. Какая прелесть, какая красота. Какая хорошая весенняя погода. Птички поют, солнышко светит. Ммм, кайф. Как говорится, ваше здоровье за весну. Как вам такое? Недолго мы радовались, да? Теплой весенней погоде. Вот вам и снег. Вот вам и уральская непредсказуемость. Уровень сосуличек на мебели. Ммм, туда тоже можно посмотреть на девочки. Это просто люто. Думала, меня не удивить? Нет, удивить. Просто ничего не предвещало беды. Ну, в плане снега, конечно. Ну, что такое? Но, как говорится, что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда надо собираться на работу. Это про меня, если что, тоже. В том числе мне тоже надо собираться на работу. Кофе вкусный. Кофе-машина работает. Я сходила в душ и помыла волосы. И сейчас уже, наверное, буду в пятый раз. Я вот запуталась, честно говоря, в какой раз я буду использовать маску от К18. Но, по ощущениям, она у меня как будто заканчивается. Я думаю, многие слышали, что я надо использовать там от 4 до 6 раз. И потом она уже перестает действовать. Пока что я чувствую от нее эффект. То есть, мои волосы, видимо, настолько повреждены, что она их все еще восстанавливает. Нужно... Я уже поняла, как минимум 4 нажатия на мою длину. 3 маловато. Если я делаю 3 нажатия, то я потом еще добавляю. Поэтому 4 нажатия немножечко вот так вот растираю в руках и наношу. У меня был от нее перерыв. Наверное, дня 3 или 4. То есть, 2 дня подряд. Ну, сколько-то там, в общем, времени. Я ухаживала за волосами другими линейками. То есть, другой был уход, другой шампунь. Другие средства после мытья. Думаю, сделаем перерыв. Посмотрим, что будет. И вот сейчас использую. Пока что мне все очень нравится. Я в восторге. И если бы меня спросили, брать или не брать, К-18, я бы сказала, берите. Но именно для поврежденных волос, когда они вот в таком состоянии, как у меня, когда они сожжены какими-то покрасками, постоянными укладками, а не просто вы хотите их, ну, чуть-чуть восстановить. Нет. Это вот именно для тех волос, которые, ну, вот уже все. С ними все печально. Тогда вы реально увидите эффект. У меня почему-то вскочила простуда. И она прям болит. Я ее хотела выдавить. Хотя говорят, что нельзя давить простуду. Но обычно, когда я ее выдавливаю, это меня здесь научил, то она быстрее проходит. Это факт. Просто выходит тут белая штучка и все. И простуда проходит за день. А если она будет внутри под кожей, то это вообще надолго. Все. Я теперь жду где-то 5 минут, прежде чем наносить другие укладочные средства. Маска пока работает. Мне несколько дней назад, наконец-таки, приехал вот этот вот пролонгер от L'Oreal. Это многофункциональный крем-уход для длинных волос. Но я его брала как термозащиту. Потому что, ну, помните, мне ее порекомендовали. У меня было в золотом яблоке. И вот она появилась, наконец-таки, на озоне. Кстати, я даже К-18 наношу на брови. По рекомендации бровиста наносить любые увлажняющие средства на брови, которые я использую для волос. Чтобы они были более увлажненные. Просто все используем до последней капли. Ну, так вот. Я этим кремом уже пользовалась, наверное, раза два. Мне кажется, этого тюбика хватит, ну, буквально, наверное, на год. Потому что здесь объем 150 мл. А нужно прям, ну, не то чтобы горошинку, но капельку. Ну, немножко надо. И волосы такие, я надеюсь, что защищенные от нагрева становятся. Я покупала, правда, не как многофункциональных средств. Вот, чтобы часто волосы защищать. Я жду свою защиту от Тиджи. Потому что вот это подходит только для укладки на Дайсон, на стайлер. А Тиджи я использую уже с чужком. Чужком я все равно пользуюсь. Да, можете ругать меня в комментариях. Просто иногда невозможно не воспользоваться утюжком. Капец, мне надо выезжать уже где-то в 9.30. Ну, вернее, нам на съемку. Я еще с мокрой головой. Жиза. Так, девочки. Я вам хотела показать вот эти вот патчи от Дарлинга. Грин. Дальше читайте сами. Они просто нереальные чудеса какие-то творятся. У меня закончились патчи от Дарлинг. И я такая думаю, ну, пока что их не буду заказывать. Потому что у меня есть много чего еще в запасе. Они выглядят вот так. Как будто бы они с водорослями. Возможно, это так и есть. Я, правда, не читала. Но они настолько классно избавляют от каких-то отеков. От даже темных кругов. У меня вообще предназначаются. Но у меня побольше проблема именно с отеками. Ну, да, у меня есть немножко такое вот темненькое под глазами с утра. Ой, какие они приятные. Они у меня были в холодильнике в косметическом. Ну, в охлаждающем. И они еще очень сильно припитаны. Из-за этого они иногда сползают. Но ничего, это можно перетерпеть. Видите, как все это смотрится? Они впитываются тоже буквально минут за 15, наверное. 20. Они, к сожалению, не становятся белыми. И ты так не понимаешь, что они впитались полностью. Но они становятся тоже посветлее. Ты такой, ну все, можно снимать. Просто дарлинг, они белые становятся, когда полностью впитались в кожу. И все такое. Это правда удобно. Сыворотки настолько много, что я пока все это накладываю на лицо. Еще чуть-чуть с патчи добавляю на остальные зоны. В общем-то, что хочу сказать. Патчи реально топовые. То, хотела попробовать. Попробуйте. От них эффекты есть. Вот, это действительно так. И самое главное, они не вызывают никакого раздражения. Потому что у меня некоторые патчи. Я не знаю, почему именно такие гидрогелевые, полупрозрачные, вызывают краснение под глазами. И это даже не зависит от цены. Это скорее зависит от какого-то компонента в составе, который я еще не распознала. Я не понимаю. Вот эти комфортные, хорошо носятся. Действительно увлажняют, освежают, напитывают кожу. Она такая прям упругая становится. И эффект заметен после применения. Я вот не могу понять, насколько я в шоке. Почему-то, когда я была дома, меня это забавляло. Но когда я вышла на улицу, уже стало не так смешно, правда. По ощущениям, начало зимы. Вот даже запах такой же, как, знаете, в конце октября. Да, реально. Я думаю, что-то как-то вот, как будто уже было. Да. Как будто рановато включили вот это все. Знаете, по запаху же можно определить сезон, месяц. Да, похоже очень сильно, реально. Как так? Первый снег выпал. Вы посмотрите сюда. Это все капает. Да, и с крыши сходит снег. Это было очень громко дома. Девочки, а вы видели вот такое вот смесители СМЭК? Просто это следующий уровень. Мне Денис сейчас показывает. Как вам такое? Я вот в белый просто влюбилась. Красный есть. Уровень коллекционирования СМЭК может выйти на новый уровень. Я знала, что у них есть плиты, ну, то есть газовые, индукционные, возможно, духовки, да. Но смесители. Как необычно, да, прийти в кафе для завтрака. Ну, не пообедать же, да, позавтракать. В общем, мы уже отсняли целый ролик, наконец-таки, который должны были отснять еще вчера. Я вам вчера говорила здесь, что мы не могли найти магазин, в котором будет новая коллекция Beauty Bomb. Сегодня нашли, и я просто первую половину шопинга высыпала. Я прям, я не могла. Мне кажется, это потом будет заметно на ролике, потому что я прям хотела спать. Мне все радовало, и погода даже это радовала. Но по ощущениям я как будто бы еще спала. Из приятных новостей. Я сейчас буду пить кофе без кофеина. Боже мой, ура! На самом деле, я даже была удивлена тому факту, что здесь он есть. Потому что это такая редкость. Просто когда оторвалась. У меня здесь и американо, и капучино, и все это. Я очень надеюсь, что действительно это кофе, а я счастлива, друзья. Я просто счастлива. Вот такие мелочи, они действительно радуют. Я просто радуюсь кофе. Я так давно не пила капучино из кофе. А вот и наш завтрак. Называется голландский. Здесь шпинат, креветки, бриошь, сливочный соус. И, возможно, что-то еще. Помидорки, наверное, выглядят. Это потрясающе, правда. Завтраки у нас одинаковые. Ура! Добро пожаловать в нашу домашнюю студию. Знаете, что мы сейчас с вами будем делать? Крутиться, чтобы у всех закружилась голова. Ой, о боже мой, кто-нибудь... Ой, не буду ничего лучше говорить. Короче, друзья, мы сейчас с вами будем открывать стол. Если у вас реально сейчас кружится голова, пожалуйста, извините. Но было настроение немножечко шаловливое. И да, Денис сейчас поднимает очень интересную коробку, как вы поняли, со столом. Сколько раз я еще должна сказать, что это будет стол, но не знаю. Мы сейчас готовимся к съемкам. И, внимание, коробка. Вот здесь надо как-то скидывал. А вдруг распаковывали. Все, застем? Да. Внимание, стол. Держите. Стол складной банкетный. Денис, у нас сейчас будет банкет. Стол есть, банкет, а нет. Ну, с таким столом банкет может прийти. Я помогаю. Слушай, ну он выглядит лучше, чем я бы сказала. Вообще, думала о покупке этого стола месяц. Реально. Ты как будешь не мазать? Чуть-чуть лоханулась. Нет, ты его расправив, во-первых, лучше. Я купила этот стол под мой табурет. Потому что хочется менять локации, чтобы не все время сидеть на кресле. Он вообще должен высоту, по-моему, менять. Это барный стол складной, заказывала на Озоне. И хочется... Ну, я его купила, чтобы на нем косметику разложить. Хочется сидеть высоко, глядеть далеко. Давай ставь мне сюда стол, стул. Это очень высоко. Ну, это круто, я так и хотела. Для разнообразия, так скажем. Ну, вот, грубо говоря, да, я здесь буду сидеть. Всем здравствуйте сегодня. Чувствую себя телеведущей. Новостей. Прожарка на Урале. Давайте выясним, почему у нас выпал снег 25 апреля. Ну, все просто, вы живете на Урале. Ну, вроде нормально. Хотелось бы чуть пониже его сделать. Почему он такой высокий? Ну, барный, типа, подходишь. Он слишком высокий. Берешь, ешь. Давай посмотрим, как это будет с камерой смотреться. Всем доброе утро. Добрейшее, раннейшее и вообще не выспавшееся утро. Рассказываю. Мы вчера снимали до 4 часов утра. Я вам сейчас покажу студию, которую мы вчера соорудили. Если Денис ее не разобрал, конечно же. И, несмотря на то, что снимали до 4, встала я сегодня в 10. И Денис, несмотря на то, что планировал спать до 12, встал все равно в половину где-то 11, потому что ему позвонил мистер рабочий и сообщил о том, что хочет приехать примерно через час. Что же это за рабочий, спросите бы. В общем, рассказываю. Мы будем ставить третий кондиционер в доме. Мы его заказали где-то 2 недели назад в видео. И мы не могли дождаться момента, когда к нам придет человек его устанавливать. Мы оплатили установку кондиционера прямо на сайте видео. Там есть такая опция, когда заказываешь кондер. Типа, установка плюсом. Стоит она... Кстати, сколько установка стоит? 14 тысяч? Я думала, тысяч 8. Обалдеть! Это за такие деньги к нам не могли доехать больше недели. Почти 2 недели нам не звонили. И чтобы вы понимали, вчера Денис уже звонит в эту фирму. Он говорит, ау, здравствуйте, а вы будете нам перезвонить? Хотя изначально он общался с монтажником, да, так скажем, в субботу. Вчера был четверг. И в субботу человек предыдущий сказал, что мы вам наберем в понедельник и согласуем удобное для вас время. Хотя изначально они сами должны были позвонить. В общем, в субботу Денис позвонил самостоятельно. Ему сказали, в понедельник перезвонят. И вчера Денис звонит снова монтажникам. И спрашивает, ну чё, ну когда вы вообще собираетесь звонить? А я такие, а мы завтра к вам приедем? Ну завтра собирались. Типа во сколько? А не знаю, может быть в час, а может быть в 5 часов. Ну как освободимся? Супер. В итоге они должны приехать где-то в половину 12-го. Ну судя по тому, что они сегодня нам с утра пообещали. Вот такой вот сервис. Просто потрясающий на самом деле. Но это ладно, главное, чтобы доехали. Да, к этим 14 тысячам нам нужно будет доплатить ещё какую-то сумму за то, что мы живём не в городе. За то, что до нас нужно ехать. Это оплачивается отдельно. Ну это нормально на самом деле, понятное дело, дорогу оплатить это хорошо. Куда мы будем ставить кондиционер? Я стою в спальне, значит мы его будем в спальне и ставить. Логично, логично. Видите, мы убрали уже отсюда кресло, потому что кондиционер планируем ставить вот сюда. Покажу вам сейчас кондёр, какой выбрали. Честно, я уж сама не помню, потому что долго его выбирали. Там не так уж было много вариантов, но выбрали. Загадывайте желание, время 11.11. Ура! Почему нам нужен кондёр? Потому что у нас дом очень сильно нагревается, потому что мы стоим прямо в поле. У нас тут нет вообще тени. И когда летом плюс 40, а у нас бывает все плюс 35, а плюс 40 в тенёчке. Спасибо Уралу за такую погоду. Очень жарко. В общем, у нас два кондиционера. Это внизу в зале и в нашей съёмочной комнате. Они не справляются, особенно ночью. Так что да, продолжаем обустраивать дом. Мы вот здесь уже, получается, 4 года живём, да. Уже скоро юбилей, как мы заехали сюда и живём тут 4 года. И он до сих пор не обустроен для жизни на все 100%. Переделан зато миллион раз. А вот и студия, в которой мы вчера снимались. Очень оказался удобным стол для меня. Вот именно для съёмок каких-то косметических видео, бьюти и так далее. Мне понравилось. Но момент следующий. Я не знаю, уберутся эти пятна от тонального крема или нет. Но если даже и нет, мне критично. Я их пыталась оттереть, эти пятна салфетками. Вот этими для снятия макияжа. Может быть, плохо пыталась. И вчера у меня уже сил не было. Давайте попробуем ещё раз. Ну, надо прям тереть. Поверхность у стола не самая приятная. Но, видите, самое главное убирается. Она такая шершавая. Как-то тактильно. Не хочется постоянно трогать этот стол. Но потерпеть можно. Если бы вы были озадачены вопросом найти хороший барный стол складной, вы бы знали, что их ну просто нет. Я, наверное, две недели выбирала, чтобы он складывался. Но вообще вариантов нету, кроме этого. Ещё, чтобы он желательно был белый, а не какой-нибудь чёрный, коричневый и не деревянный. Потому что все столы в основном удобны ещё и деревянные, чтобы они в саду стояли. Можно сказать, единственный вариант. Удобная вещь, если вы тоже снимаете какие-то ролики, может быть, шорсы, рилсы макияжные. Удобно, безумно для того, чтобы именно всё положить и его не было видно в кадре. Вот такой кондиционер мы выбрали. Электролюкс. На самом деле сейчас очень много кондиционеров китайского производства, на китайских брендов. Но мы всё-таки выбрали Электролюкс. Цену я вам точно не могу сказать, потому что Денис выбирал, оплачивал. Но я думаю, в районе 40 он точно стоил. Это внутренний блок, а ещё должен быть где-то внешний. А вот, собственно, и он. Окно отражается, но вот внешний блок от кондиционера стоит, ждёт. Такой у нас сегодня завтрак на скорую руку. Немножко хлебушка, авокадо, рыбка, курица собственного приготовления. Денис сделал её сувид. И получается вот такой вот прекрасный бутерброд. Хотела вам показать очень вкусный чай Сазон Фрэш. Я пока ждала свой завтрак, уже выпила целую кружку. Он зелёный. Единственное у него винус, он с ароматом Жасмина. Он не с Жасмином, но, честно, как будто натуральный. 100 пакетиков. И вот эта коробочка стоила недорого. В районе, по-моему, 250-270 рублей на Озон. Но также можно заказать её и на Озон Фрэш. Рекомендую. Такая у меня красота получилась. Как будто бы брускета из ресторана. Не, ну а чем хуже, скажите? Даже выглядит. Ммм, ещё вот этот чёрный перец вокруг насыпанный. Плюс 100 к красоте. А кто только что лаял? Включилась камера. Всё. Барк самый послушный в мире моб, с которой... Да, просто интересуется происходящим. Посмотрите на эту мордашку поближе. Тарелки пустые охраняет. Просто рядом курочка. Тарелки пустые охраняют. Так, ребят, внутри нам уже установили кондиционер. И такой небольшой момент вам сейчас расскажу. Проблема, с которой мы столкнулись, это его подключение. Как видите, примерно на середине стены заканчивается. Ёб твою налево! Проблема, с которой я столкнулась прямо сейчас. Он такой жар, это хрунтик насрал. Бакс, ты как это допустил? Собственно говоря, вот чем мы сейчас занимаемся. Отбеливаем, ё-моё! Когда мы ликвидировали все последствия, я рассказываю, наконец-таки, про кондиционер. Выглядит красиво, достаточно компактный. Как видите, у него есть такая серая акцентная сверху полоска. Мы думали, что это наклейка. Нет, это такой дизайн. Единственный нюанс, что провод городковат. И у нас там не продумана розетка для кондиционера. И другие кондиционеры мы запитывали напрямую. Но у этого тогда слетит гарантия. Если мы отрежем вот этот провод и запитаем его напрямую, то гарантия 3 года, ради которой мы взяли этот кондиционер, она слетает в этот же день. Поэтому мы пока что оставляем этот провод вот в таком вот виде. Тут будет удлинитель, и всё будет запитано в эту розетку. Но, а потом мы, по крайней мере, думаем так, что мы всё-таки здесь продумаем розетку. То есть, опять клеим обои, сделаем розетку, и уже подключим его напрямую. Верно? Ну, такие вот планы. Не сейчас, конечно, прям вот в реальном времени, но на ближайшее время план такой имеется. Ну, возможно, если даже и не сделаем, ну, будет провод висеть. Не так что-то страшно. Лучше провод, чем жара летом. Снаружи пока что устанавливают. Вроде как уже установили, но это не точно, девочки, мальчики. Да, там видите, работа идёт полным ходом. Я вам говорила, что мы будем доплачивать 11-14 тысяч, но сумма вырастает, потому что нужен ещё провод. Метр провода специального стоит полторы тысячи рублей, да? Грубо говоря, это доплата за провод. Общая установка. 14 из которых уже уплачено. Вы представляете, окажется, что самая дорогая покупка – это сам кондиционер. Ещё установка половины кондиционера. Но это не всегда так. Если у вас всё просто и легко, то вы ни за какой провод доплачивать не будете. Ну, а сейчас у нас с вами будет традиционная распаковка Озон. Влоговая распаковка Озон. Покажу вам, что купила. Погнали! Начнём, пожалуй, с товаров для кухни. Я заказала нам два кувшина. Единственное, что я пока что не знаю, какой мне понравился больше, так что на выбор. Кувшины для воды. Первый вариант. Стекло, наверное, боросиликатное. И этот кувшин можно ещё использовать, как и заварник, потому что он 100% термоустойчивый. Как видите, от плюс 130 он выдерживает до минус 20 градусов. Даже холодные напитки можно в нём наливать, использовать. Минус 20, серьёзно. Такого замораживать прям можно. И второй кувшин. Ой, ну как будто бы вот он уже проигрывает своим внешним видом. У него такая рифлёная поверхность. И я выбрала крышечку бежевого цвета. Была ещё чёрная, но чёрная смотрелась совсем как-то вот не по-пацански, не по-статичному. Вернее, наверное, даже по-пацански скорее. Варивать у меня сейчас Дениса позову. Он сделает выбор. Выбирай кувшин. Какой тебе нравится? Да, вот этот. Слушай, это было быстро. Это не дерево, это пластик. Тем более. Next. Это у меня косметички. Я заказала три косметички, две из которых мягкие. Я хочу вместе с вами в этом влоге собрать косметичку, чтобы как-то пользоваться косметикой, которой у меня слишком много, потому что я каждый день пользуюсь одним и тем же. И я подумала, что мне надоела старая косметичка. Я хочу новую косметичку, я хочу новую косметику также использовать в повседневном макияже, поэтому, чтобы еще обновить, я хотела несколько вариантов того, в чем я буду хранить свою косметику. Первый вариант, это вот такая вот махровая косметичка. Достаточно большая, но как будто бы она меньше, чем та, которую я пользуюсь сейчас. Кстати, у нее цена всего 1000 рублей. И вы посмотрите, какой здесь классный подарок. Это вот такая резиночка в цветочек. Можно было выбрать цвет подклада, он был в клетку, но у меня было очень много косметичек уже с клеткой, поэтому я выбрала вариант подклада в цветочек. И также на замочке также есть такая тряпочка с такой же тканью в цветочек. Ну, вроде бы неплохая. Давайте посмотрим, что есть еще. В принципе, я бы ее оставила. Вроде как это ручная работа. И второй вариант, это косметичка уже такого лимонного цвета от того же продавца. Но я подумала, скоро лето, может быть, она у меня же идет такая нежная. Ой, тут даже положили приятное письмо. Надеемся, что вы остались довольны. Тут сразу выделяется вот этот замок, молния, вернее, такого яркого желтого цвета. Подклад тоже в цветочек, но цветочек здесь более персиковый, но на розовый был он розовый, цветы были розовый. И также резинка тоже в подарок. Единственное, что можно удивиться, качество и цене. То есть, вот она реально стоила 1070, по-моему. И она того стоит. Абсолютно такую же на ВБ от другого продавца я заказывала по 2000 рублей. Вы знаете. Это тоже косметичка от бренда Papuk Beauty. А что, ее как-то аккуратно нельзя открыть. Смотрите, здесь есть такие вот штучки, за которые тянешь, и все. А если она мне не понравится, я захочу вернуть. Та-дам! Ой, как все красиво упаковано. У этой косметички уже есть форма, которую, знаете, ну, никак не нарушить. Честно, я не сильно люблю форменные косметички, потому что в них лазит определенное количество косметики. А если в это можно напихать настолько, насколько она вообще готова треснуть, грубо говоря, то вот здесь все. Положил сколько есть, но она большая. Я выбрала себе вариант белого цвета, но была еще и черная. Меньше везу. Здесь золотая молния. Внутри просто воздух с китайских заводов, а может быть, и с российских. Страна изготовления Китай. И это не белый цвет, это молочный. Ну, в общем, я так почитала отзывы. Очень многим нравятся эти косметички. Говорят, что они просто best of the best. Очень качественные, долго служат. Но по своему опыту хочу сказать, что все такие косметички из кожзама быстро на самом деле портятся. У меня были подобные как-то вот пару месяцев и все. Но зависит все-таки от качества этого кожзама. Мне нравится то, что она прозрачная, то, что всегда видно, что находится внутри. У меня теперь тяжелый выбор будет, что я захочу себе оставить. Потому что мне нужна одна. Либо розовая, наверное, либо прозрачная. Золотое, что-то мне как-то не сильно зашло. А вот розовая, прозрачная, прям сердечко. Но качество суперское на самом-то деле. Ставлю лайк. Продолжаем нашу мощнейшую распаковку. Здесь и так понятно, я думаю, что находится. Кто знает этот бренд, Tasty Coffee, тебе догадываются. Это вот такие вот дрипп-пакеты ДК. Я, кстати, недавно попила кофе с кофеином. Мне было хорошо. Так что иногда тоже можно. Но вот этот кофе-то прям безумный. Безумно вкусный. Мне нравится. Вообще, Tasty Coffee зачет. Как и вот этот кофе от Верле, разница в том, что вот этот кофе, он очень кисленький. То есть, он для любителей кислого кофе со вкусом каких-то ягодек. А это что-то более такое базовое, что ли. Но тут тоже разные вкусы раскрываются. Темный шоколад, яблочко, вот это все, а это прям кисленькое, как будто даже склипуч. В общем, кислый кофе, более горький кофе. Ой, вот это я так ждала, так жала, что в последнее время доставка этого продукта занимает много времени, меня это чуть-чуть печалит. Но главное, что он доходит. Это моя любимая мача с колоденом. У меня все пакетики закончились, все выпила. И пока кофемашина капсульная не работала, я не могла попить мача, потому что у меня закончилась такая мача, у меня закончилась мача просто в порошочке и была только в капсулах. Я думаю, что же такое, что за подстава. Девочки, лучшая мача берите на вооружение и она идет три в одном уже с кокосовым молоком, но я в любом случае всегда молоко добавляю, плюс тут еще идет и коллаген, то есть мача, коллаген и кокосовое молоко в каждом пакетике. Я всегда беру самую большую упаковку, здесь 12 саше, но для тех, кто хочет просто попробовать, по-моему, есть набор даже из трех упаковок, из трех, из шести и вот из двенадцати. Очень, очень люблю себе не поесть, а чтобы помазаться, почиститься, поскробироваться, взяла вот такой вот солевой скраб от бренда Ликата, по-моему, я его еще не пробовала. Он жидкий, регенерирующий уход с морской солью, хитозаном и витамином Е, поскольку у нас тут морская соль непростая и какой-то нереальный состав. Этот скраб должен еще и вроде как отечественность убрать, насколько я коммуна. И после того, как мы в кафе попробовали смузи со спирулиной, там было зеленое яблоко, в общем, разные овощи, фрукты, не помню, что было. А, там было зеленое яблоко, шпинат, сельдерей и спирулина. Мне понравилось. Я такая, нужно ее добавлять в наши смузи, которые мы дома делаем. Спирулина это зеленые микроводоросли, содержащие все необходимые вещества для здоровой и активной жизни человека. Аминокислоты, витамины, микроэлементы, полиненасыщенные, жирные кислоты. Взяла по отзывам чисто на Байлборис. Вышла на улицу, чтобы посмотреть, да и вам показать, как выглядит кондиционер снаружи. Верхний новый, нижний уже был. Ну, супер вообще. Все же. И проводочки вот так вот из окна. Чик-чирик. Ну да, был вариант сделать прямо здесь кондиционер. Вот здесь вот. Ну, наружный, в смысле, повесить блок. Всем доброе утро. Мы сегодня решили на завтрак забабахать равиоли. Здесь Марта с моцареллой и зеленью. Достаточно крупные на самом деле оказались равиольки. Ой, камера запотевает. Надеюсь, будут вкусные. Их нужно варить 5 минут после того, как вода закипит. То есть, чуть меньше, чем пельмешки. 500 грамм. Так что, получится такая хорошая порция на каждого. Пельмени, оказывается, варить легче. Равиоли быстро развариваются. И 500 грамм это оказалось too much. Поэтому у нас получилось две полноценные порции. И вот немножко, если кто-то что-то не доест. Я решила это все еще присыпать сырочком. Честно, уже попробовала один. Вроде бы вкусненько. Там действительно есть зелень. Микро-микро-микро-зелень. И очень много моцареллы. Ну, а теперь мы с вами наконец-таки займемся девчачьими делишками и соберем косметичку. Я принесла свою старую косметичку. Ну, как старую. Ту, которую я пользуюсь сейчас. Сначала покажу все продукты, которые здесь были. А потом мы соберем вот эту. Я решила все-таки оставить ее прозрачную. Попробуем, посмотрим, как мне с ней будет комфортно или нет. Плюс, я принесла продукты с последних видео и хочу из них что-то положить в свою косметичку, потому что некоторые продукты, которые я цитировала недавно, я буквально влюбилась. Хочется сделать вот так. Вау! Кстати, косметичка в достаточно хорошем состоянии. У меня, конечно, какой-то карандаш, видимо, все попачкало. Видите, грязное. Но так даже не протекло ничего. Меня это радует на самом деле. Безусловно, здесь есть какие-то продукты, которыми я не пользовалась, хоть они и лежали в косметичке. Что-то уже и закончилось. Но по большей части мне здесь все надо. Все богатства из этой косметички я аккуратненько протерла и разложила, чтобы показать вам, что у меня в ней было. Вот представляете, это все было в косметичке. Больше всего поражает количество продуктов для губ. Тут и масла, и матовые помады, и бальзамы, и блески. Чего тут только нет, наверное, проще сказать. Ну, эти помады от Анастаси Бауэрли Хиллз, потому что вчера ей пользовалась. Да. Сколько тут продуктов? Наверное, 15 чисто для губ. Это продукты для бровей. Это лайнеры, Диваж, Vivienne Sabo и Шик. Гель для бровей от Шик. Кстати, вот он очень классен для тех, кто часто делает ламинирование, либо же первые дни после ламинирования, когда брови такие податливые достаточно, их можно просто причесать. Но от ламинирования бровь сильно сохнет, и вот этот гель, он идет еще и с комплексом, который увлажняет брови. Поэтому после ламинирования я пользуюсь всегда вот этим гелем. А потом уже перехожу на пусси. Такой вот комбо получается. Это гель от Limani. У него тут уже все стерлось. К сожалению, тоже классно. Мне нравится, но его буду расхламлять, потому что он у меня закончился. Ну, там уже прям капелюшечки в нем. Такое, что мы сегодня с вами расхламим. Вот это будет первое. Продукты для губ я все оставляю. Все они мне нравятся, все супер. Единственное, что печалью с этой помадой от Chic. Это лимитированная помада, которая была в адвен календаре. И она у меня очень быстро сломалась. И сейчас она выглядит неподобающим образом. Она, скорее всего, очень жирненькая, и поэтому она себя так странно ведет. Но у нее красивый цвет. Я надеюсь, что потом в базовой коллекции у бренда будет такой же оттенок и с плюс-минус похожей формулой. Это туши. Тоже кое-что расхламлю. Тушь Love расхламлю. Вот этот Maybelline маленький из адвен календаря расхламлю. Они мне нравятся, но они подсохли. Далее это моя любимка. Самая-самая классная. Коричневая тушь от Cabra ее я оставляю. Пока что оставлю вот эту вот бургунди. Но, честно, девочке, она мне не понравилась. В плане цвет красивый. Мне нравится, как бургунди смотрится на моих голубых глазах, но именно сама тушь она комкуется. Она ложится неровно. Clorance. Я не понимаю, почему она так многим нравится. Хорошая обычная тушь, но я бы ее второй раз не купила. Я ее вообще как бы прям саму по себе не покупала. Она была в адвен-календаре, поэтому пришлось пользоваться. Love Generation тоже хороший, очень удлиняет реснички сильно. Далее это мои тональные крема. Представляете, у меня их было пять, но оставлю я парочку. Во-первых, я уберу Estee Lauder, потому что он пока что мне темноват. Я не пользуюсь сейчас тональными, вернее, автозагарами. Этот тональник мне темный. Обожаю его, люблю. У меня его уже, наверное, года полтора все никак не заканчивается. Также уберу пока что Chic в оттенке 103 ванила, потому что он также темненький. Каждый день я сейчас пользуюсь вот этим оттенком 101 хлопок. Он мне идеально подходит. И от бренда BeColor у меня есть третий оттенок Natural тонального крема и второй ваниль. И вся у вас ванилька, заметь. А, это хлопок. Окей. В общем, третий оттенок я точно убираю, потому что у меня пока что темный. Ванильку, может быть, оставлю в косметичке. Это мои базы. Вот это уже надо выкинуть. Я ее буквально дожала до краев. Тут нету сейчас ничего, но не перестаю говорить о том, что это очень хорошая база для тех, у кого жирная кожа. И на данный момент я постоянно пользуюсь вот этой базой от Gucci. Она для жирной именно кожи, матирующая база. Кстати, у нее небольшой расход. Я почти каждый день действительно ее использую, но она у меня израсходовалась, наверное, процентов на 30. Месяца два уже я пользуюсь на постоянке. И не знаю, к чему это относить. Ну, все-таки, наверное, база. База от Herborian. Розовая, ухаживающая. Ее я использую тогда, или редко. И то, что меня спасает, это CC Red Corrector. То есть, это такой CC крем, который на самом деле можно использовать как легкий тональный крем, когда ты хочешь сделать легкий макияж. Либо же я его иногда использую как базу, чтобы выровнять тон лица еще лучше, потом сверху добавляю тональный крем. Но я так делаю не всегда. Иногда действительно использую только его. Его нужно носить именно пальчиками, чтобы он от тепла тела растаял, и все частички вот эти вот зелененькие не раскрылись. Я потеряла от него крышечку. Я знаю, даже где в машине ее надо найти. Но пока что как-то так лежит. Тем более, он заканчивается. В общем, протекать не должен. Это продукты для глаз. У меня их немного, которые лежат в косметичке. Во-первых, это вот такие пигменты рассыпчатые. Они универсальны. Их можно использовать и как тени, и как хайлайтер в том числе. Вот такие вот кремовые тени для глаз от Vivienne Sabo. Люблю именно эти два оттенка. 0.1 и 0.2. Частенько использую как сияшку, но глаза. Плюс новинка это карандаш от Chic в коллаборации с Золотым Яблоком. Карандаш тени. Удобные. Реально, нереально. Очень мне они понравились. Обязательно положу их в косметичку. И матовая подложка, так скажем. Сухие тени в светлом оттенке от Crystal Minerals. Оттенок 103. Очень они мне нравятся. Использую почти каждый день. Консилеры. Я, наверное, сейчас оставлю только от Chic и добавлю еще кое-какие консилеры от других брендов. Новую косметичку. Это корректоры для лица. различные бронзеры. Действительно, корректоры, контуринги. От Chic у меня есть контур и двое румян. Также я сейчас почти каждый день использую вот этот контур от Influence. Очень жаль, что упаковка у них вот так быстро затерлась. Меня это печалит. И я просто очень сильно полюбила вот эти румяна от бренда Rat. Именно в этом оттенке 003. Они такие розовые, как у Барби. Они у меня уже вот все. Вот они еле дышат, потому что они быстро закончились. Тут маленький миллиметраж их буквально хватило на месяц. Тремовый румяна от Crystal Minerals и Love Generation. Тут вот это все, потому что разных оттенков и оно все у меня лежит. Палетка, которая затерта до дыр от Influence. Вы посмотрите, я ее убираю и возвращаю в косметичку постоянно. У меня здесь уже контур, он затерт. Румяна тоже затерт. Люблю ее, не могу. Идеально просто цвета мне подходят. По ней видно, что она такая бывалая. Также у меня здесь хайлайтер и румяна от Chic. Очень нравится. Румяна от L'Oreal тоже их обожаю. И румяна от Sephora. Из пудры у меня пока что одна была пудра. Такая от Revolution. Люблю. Она у меня в оттенке. По-моему, бежевый. Вот. Лейс. Наверное, оттенок это и называется. Лейс. В общем, она такая чуть-чуть персиковая. Фиксатор и спонж. В принципе, показала вам все. Сейчас будем собирать мою новую косметичку. Как все? Не все. Вот здесь у меня отдельно лежат карандаши. Мне их нужно будет все протереть, тоже какие-то убрать, какие-то дополнить. И также у меня вот в этой маленькой косметичке лежит точилка. Это все сделано для того, чтобы продукты, которые рядом лежат с карандашами, не пачкались, потому что часто карандаши открываются, колпачок слетает, точилка раскрывается и все вокруг становится грязное. Поэтому очень удобно хранить карандаши в отдельном чехольчике. В подобном чехольчике я еще храню кисти. Он тоже, видите, грязный. Как и кисти. Кисти тоже грязные. Я, кстати, притащила набор от Шик, который я, помните, купила, но так его и не использовать. Сейчас в новую косметичку хочу положить его. Посмотрим, какие там кисточки. Если что, дополним их. В общем, соберем все по новой. Конечно, эта косметичка очень хорошо упакована, прям, знаете, укомплектована. Я переживаю, что мне бы не хватит места, но, надеюсь, мои переживания никак не оправдаются. С чего бы начать? Начнем мы, наверное, с вами с кисточек. Знаете, идеальный мэч произошел. Тут у нас футляр для кистей белого цвета и сама косметичка тоже белого цвета. И кисти буквально буду занимать половину косметички. По идее, сюда должно еще много чего выйти. О, есть новый спонж. Это меня радует. Единственное, что почему у Шик нету кейса белого цвета, есть только черный. Безусловно, мне это сейчас нужно будет все потереть. Что еще по кисточкам? О, это хорошая кисть для пудры, я думаю, будет, хотя сейчас я использую кисть для пудры тоже от Шик. Мне ее посоветовал консультант Шик и знаете, прям, она мне нравится. Здесь натуральная щетина, а здесь, вероятнее, все искусственное. Но, можно вот эту кисточку использовать для бронзера, а вот эту для пудры. Следующую кисточку можно использовать для румян. Это для жидких основ. Ну, кстати, да, но это для тонального крема, я думаю, ей можно наносить контур какой-то кремовый, жидкий, тоже будет удобно. И две кисточки, так скажем, для глаз. Вот это для тушевочки. У меня еще есть другая для тушевки от Шик, а это, вот для чего ее можно использовать? Ну, может быть, для консилера. И то не факт. И что это? Кисточка для губ, окей. Вот, мне нравится вот эта кисточка, также от бренда Шик, она для тушевки. Ее мне порекомендовал консультант. Вообще, у бренда Шик очень приятный, такие милые консультанты, по крайней мере, мне, которые попадались, они все досконально объясняют. И вот эту кисть я использую для румян и для контура. Все для одного, но у меня идет. Вернее, два в одном кисть. Для обоих сухих продуктов подходят. Видите, какая грязная была. Я, сейчас все вот этими салфетками от The Color, всегда вам про них говорю, что они мне нравятся, классные, удобные. Стараюсь ими чистить кисточки как можно чаще. В общем, я складываю кисточку для, ну, для румян, да, я же все-таки для румяна использую, будем ее использовать. Кисточка для пудры, которой я пользовалась. Кисточка, которая была в комплекте, которой я еще не знаю, что буду наносить, но, возможно, пудра, возможно, бронзер и так далее. Кисточка для кремовых текстур, какая она мокрая стала. Кисточка для тушевки, она, по-моему, из натурального ворса. Опять-таки, кисточка для румян, но ее можно также для хайлайтера использовать, потому что она не плотно набитая. Но посмотрим, поживем, увидим, да, как говорится, пока не попробуешь, не узнаешь. Еще одна кисть для тушевки, вот самая бесполезная, как по мне, кисть, но, возможно, для чего-то пригодится, и кисть для губ. Классно, на самом деле, что она убирается. Я тут не поняла, как она работает. А, я теперь знаю, зачем это сделано, чтобы она все вокруг не замарала. Смотрите, как она быстро срабатывает. Лайк. У меня сейчас вот здесь, вот здесь, два спонжа. Первый спонж от бренда Give Moi. Это с ролика, где я тестировала косметику от блогеров. Мне он очень понравился. Прям зачетный. Хоть и писали в комментариях, что совершенно обычный спонж, но, не знаю, как по мне, он классный. И второй спонж от Decolor. Они совершенно разные, на самом деле, я вот не знаю, сохранять мне эти спонжи. Я их помою, наверное, и уберу в стол. Пускай будут. Этот спонж я буду использовать на реке в косметичке под брендашик. Надо бы сходить это все помыть, но мне так лень, вы бы знали. В общем, спонж пока не увеличиваю, сюда кидаю и все. Ну, как будто бы, вот его хочется уже отдельно положить, как будто бы, он сюда идеально не входит. Но сюда можно положить помады, ну, потому что, ну, не дело, косметичка полупустая. Ну, если я так приплющ, только-то будет окей. А, я знаю, что я сюда положу. Тенюшки. Распакую вот этот карандаш тень и продукты для бровей, наверное, да, это будет логично. Так что, вот этот карандаш тени отправляем. Ну, я вам его показывала, по-моему, в прошлом влоге. Нравится он мне. Также, вот эти две баночки от Crystal Minerals, я их использую, на самом деле, периодически, поэтому, пускай они у меня здесь будут. Тут пуси, гель для бровей, шик, и лайнеры для бровей от Vivienne Sabo и от Шика. Вот этот одеваж я, наверное, расхламлю. Вот, уже красота, уже здесь не пусто. И можно смело убирать эту косметичку в косметичку, в косметичку, в косметичку с косметичкой. Теперь, я хочу достать продукты от Анастасии Beverly Hills и очень много из тех, что я затестировала, мне понравились и я буду их использовать в косметичке. А где? А, вот. Во-первых, 100% я буду использовать вот эту палеточку для контуринга. Тут румяна, бронзер, хайлайтер, все дела. Она мне заменит палетку от Influence. Так что, кладем. Идеально. Далее, хочу поэкспериментировать с тональным кремом. Да, он сияющим финишем, но, когда я тестировала эту косметику, у меня макияж хорошо держался и кожа уж не так уж сильно-то сияла под пудрой. А тональник классно лег на кожу, поэтому, возможно, возможно, мы с ним заметимся. Обязательно складываем тональник от Chic в 101 оттенке и обязательно складываем зелененький Arborian. Капец, косметичка уже полная. Обязательно складываю тушь от Vivienne Sabo. И я вчера, кстати, использовала тушь от Anastasia Beverly Hills и представляете, у меня вчера текли слезы и у меня давно такого не было, я была пандой. И вот тушь от Anastasia вот меня в итоге разочаровала, потому что чуть-чуть влаги на ваших глазах и все, она потекла. Румяшки сто процентов хочу их себе в косметичку. По-моему, хайлайтер тоже, да. Румяна, вторые румяна. У нас уже какая-то косметичка люкс получается, полное обновление. И хайлайтер, хоть я и кремовый хайлайтер, всегда говорю, что не фанатею по этому продукту, но вот он мне понравился, мне кажется, на лето идеальный вариант на каждый день. Лайнер для бровей от Anastasia. У него хотя странный, очень теплый цвет, но я его буду использовать, так что его мы также убираем. Кстати, я поняла, что на камере он не выглядит почему-то таким рыжим. В жизни у него более теплый подтон, чем на камере. Просто смотрела видео, где я тестировала эту косметику, и он не выглядит таким рыженьким на камере. Я не понимаю, что за майки, а я прям говорю, он рыжий, он рыжий, но он более теплый действительно в жизни. Консилер, наверное, тоже возьмем. Он такой плотный, но им не на каждый день реально им пользоваться нужно аккуратно. Да, консилеров я положу несколько. Вот это самое главное, что нужно положить в мою повседневную косметичку. Боже мой! Этот продукт просто заменит все мои контуринги. Я в него настолько сильно влюбилась. Это мне надо. Собираем мусор. Ну вот уже и лучше. Я поняла, что логичнее все сложить, наверное, на дно, а потом уже поверху складывать вот эту косметичку. Ну, потому что чтобы это было более-менее жизненно. В общем, из консилера я кладу в косметичку Анастейшу. Мне она понравилась. Также консилер от Ши, кстати, они похожи по плотности. Вот правда. Я сейчас это поняла в моменте. Потому что вот этот консилер я использую не каждый день. Иногда он для меня плотный. Но также у меня будет третий консилер от Сергея Наумова. Где же он? Где? Надеюсь, он здесь. Вот у меня просто в этой косметичке все, что от блогера. Вот этот консилер это просто вот он, а потом все остальное. Он идеальный. Конечно, он не дешевый. Да, он стоит примерно как Анастасия Беверли Хиллз. Но он того стоит. Они совершенно разные. Он такой легенький. Идеально на каждый день, чтобы скрыть какие-то следы усталости. Ура! Обязательно кидаю вот эти тенюхи. И вот эти румяшки. Просто их надо добить. Ну и закину вот этот праймер для области глаз. Потому что иногда я делаю себе все-таки макияж на веках. Мне он в целом понравился. Приятно на него все ложится. И такая маленькая упаковка в любом случае места много не займет. Я намыла свои помады, свои карандаши, которые хочу оставить в косметичке. Потестировала все, посвотчила. Просто посмотрите, какие грязные салфетки. Я не понимаю, как это произошло. Видимо, какой-то карандаш ломался или вот эта штучка открылась. Ну, видно, да? По ней я тоже пыталась протереть. Но это вот максимум, который я смогла добиться. В общем, вот это я складываю в косметичку и это будет всегда со мной. Я решила, что на этот раз у меня карандаши будут вот в этом красном органайзере, потому что он удобнее объективно, чем вот этот бежевый. Потому что здесь есть вот такие вот магнитные защимы, зажимы, и он открывается с начала до конца. То есть, у него разрез прямо с самого начала до конца. А здесь, видите, этот надрез не такой длинный. Так что вот это комфортнее. Итого, какие карандаши у меня будут? Это карандаши от Пупы, мои любимые. Уже, видите, дотертые до дыр. Карандаши от Шик еще более любимые. Кстати, у меня многие карандаши валяются в сумках, нужно будет их расхламить. Также мне зашли карандашики от Гуар, поэтому я тоже ими буду пользоваться на постоянке. Любимейший карандаш от Эссенс, вроде бы, да. Да. Зоэва Love Generation. Очень нравится вот этот оттенок карандаша. Он именно в пластике, который 0,4. Анастейша в оттенке Роузвуд. Да, у меня все какой-то Роузвуд. И карандаш от Urban Decay слегка темноватый, такой, знаете, вамп стайл. Я решила, что положу на этот раз точилку от Анастейши тоже, а вот эту положу в стол. Так что сейчас зарядим карандаши сюда. Ой, здесь еще так много свободного места. Кину сюда точилку. Нормально. Из продуктов для губ я точно положу блеск от Dior. Такой вот мой любимый уже заканчивающийся прозрачный блеск от бренда вот этого. Я пока что пользуюсь только прозрачным. Другие цвета берегу. Бальзам от MAC черный. Его сейчас нанесла на губы. Он с охлаждением. В общем, странная вещь. Я просто ее хочу закончить и все, и забыть о ней. Он за счет того, что холодит губы, слегка их увеличивает и как бы увлажняет. Масло от Clorance. Дальше помадка от Anastasia в оттенке Пролине. Она мне безумно понравилась. Очень красивая. Ее можно с разными комбинировать карандашами. И легкая помада от Catrice. Это, знаете, такой бальзам с оттенком. На него можно еще красивый блеск наслаивать. У него цвет идеальный, знаете, тот самый нюдово-нюдовый. И вообще, все помады это нюдовая история. Ну, вот, особенно вот эта очень нюд. Либо нюдовая, либо розовая. Эти продукты точно отправляются сюда. Знаете, вот этот трюкок. Сюда, сюда. Это про меня. Вот как это все сложить? Оно же все равно мне будет валяться. Поэтому мы просто кидаем. Не будем никого обманывать, да? Что я это буду как-то красиво складывать. Просто все закидываю. Я это не буду потом красиво складывать. Вот эти продукты для губ. Я думаю, что уберу в свой косметический стол, потому что пользуюсь сейчас ими реже. Я вообще не люблю в теплое время матовые помады. Не знаю, как-то только в холод у меня они идут, поэтому фаталь, фемфаталь я убираю. Также пока что уберу блески от BeColor. Я пыталась выбрать цвет, который я хочу положить, и так и не выбрала. Вот я не знаю, что бы я хотела видеть в своей косметичке в плане цвета, потому что у меня, видите, как блеска прям с цветом нету. Ну, что вот оставить? Что оставить, скажите? Раз не знаю, значит ничего, значит пока что мне ничего не надо, поэтому все это убираю. Также такие вот бальзамчики от BeColor, матовую помаду, помаду от Influence, блеск пока что, вот это масло от Chic, уберу эту помаду. В общем, все, вот это добро я убираю. Просто уберу в косметический стол. То же самое я сделаю с этими карандашами, я их люблю, но пока что просто они мне чуть-чуть поднатоели, такое бывает. Обязательно убираем базу уже в косметичку. Наверное, тональный крем я тоже пока что уберу, не буду его использовать, а праймер кинем. Не знаю, что делать с тушами, честная-пречестная. Бургундии я, наверное, кину, чтобы ее, знаете ли, закончить, потому что, ну, она сама по себе уже сохнет сильно. А эти, вот эту, наверное, расхламлю, потому что она у меня подсыхает. Ну, Клоранс пока что уберем до лучших времен, и она на этих лучших временах как раз-таки высохнет. Консилеры, они у меня заканчиваются, но пока что уберу. Очень классные, кстати, легкие консилеры, они мне очень нравятся, они мне уже второй раз или третий даже куплены. Ну, и все вот эти сухие продукты, я так понимаю, мне придется убрать, потому что у меня есть там палетка, которая должна заменить это все. Но, что делать с моими любимчиками от Шик? Вы просто посмотрите, вот этим румяном, им немножко времени, они у меня уже такие затертые. А вот этот хайлайтер, ну, это же, ну, боже, это моя любовь, он затерт до дыр. Если не будет справляться вот эта палетка со всеми, со всеми моими потребностями, то я их верну, но пока что скрипят зубами, придется убрать. Единственное, наверное, кину вот эти румяшки, потому что они розовые, а там персиковые, знаете, чтобы можно было миксовать. Так что да, вот это все убираю в косметический стол. Я впервые в жизни из косметичек не буду убирать вот эти кремовые румяна. Они у меня всегда были, всегда, просто всегда последний год-полтора. Но сейчас им на смену пришла Анастейша. 100% нужно как-то здесь уместить вот эту пудру, потому что она работает со всеми тональными основами хорошо. Но также у меня есть пудра от Анастейша, которая с другими тональными плохо работает, а вот со своей хорошо. То есть Анастасия на Анастасию хорошо наслаивается, а с другими она ужасно себе ведет. Не знаю, если будет место, то я ее положу. Так, давайте все потихоньку собирать. У меня уже ничего не помещается. У меня уже проблемы. Была ли я к этому готова? Не очень. На самом деле все окей. Вот так вот все быстренько накидал. Вроде бы все уместилось. Можно закрыть. Да даже место еще на самом деле есть. Я забыла про самое главное, про фиксатор. Ну все, теперь точно нету места. Идеально. Косметичка собрана. Она почему-то такая тяжелая, тяжелее, чем до этого. Зато так аккуратно выглядит. Ну, как говорится, поживем, посмотрим, как будет комфортно, некомфортно. Но мне нравится, как это выглядит, так аккуратненько, знаете, в сумочку можно положить. Весит килограмма четыре, наверное, не меньше. Теперь мне надо разобрать все вот это, весь этот беспорядок, который у меня творится на кровати. Ну все, навела красоту, убрала весь этот бардак с кровати. Аккуратненько дополнила свою косметичку еще и вот этими заколочками, потому что я про них забыла. Тут у меня мусор, эту коробку я сохраню, хочу попозже. Ну, наверное, не сегодня, может завтра, послезавтра немножко расхламить свою косметику и собрать ту, которую я не использую, новую, и кому-нибудь ее подарить, отдать и так далее. Но не сегодня. Сегодня я уже устала заниматься косметологом. Наверное, это будет завтра, ну или в ближайшие дни. Пишите, как вам эта косметичка. Я крайне сильно, очень-очень надеюсь на то, что она будет мне комфортна в использовании, правда. Потому что каждый день я ее достаю, открываю, пользуюсь, все такое. У меня сегодня очень ценно настроение, но в любом случае надо собираться. И да, нужно будет ту косметичку еще постирать. Хочу, наверное, на этом завершить наш влог, потому что сейчас мне нужно краситься, чтобы снять для вас новый большой ролик. Кстати, что вы будете делать на майских праздниках? пишите. Может быть, есть у вас какие-то планы? Может, вы уже куда-то уезжаете? Будет интересно почитать. Ну, а на этом все. Благодарю вас за просмотр. Был такой приятный, насыщенный с вами влог. Всех люблю и всем пока!